Добрый день! Я приветствую вас на очередном брифинге в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. С нами российские и зарубежные корреспонденты. Итак, начинаем с краткого подведения итогов. Мы много говорили, и поэтому итоги подведем кратко. Организации проведения за рубежом, подчеркну, исключительно в зоне компетенции Министерства иностранных дел, выбрав президента Российской Федерации. Делаем мы это, хотя комментировали буквально онлайн, потому что много вопросов поступило. Мы их суммировали и хотели бы дать вот такой комплексный материал. Вопросы были относительно того, кто как проголосовал в той или иной стране. Я хотела бы подчеркнуть еще раз. Протоколы участников избирательных комиссий размещаются на сайте Центральной избирательной комиссии. И 21 марта в ходе заседания Центральной избирательной комиссии под председательством Эллы Памфиловой будут рассмотрены итоги голосования на выборах президента России в 2024 году. Если давать оценку прошедших выборов за рубежом, еще раз подчеркну, исключительно в зоне нашей компетенции, то большинство экспертов и аналитиков отмечают, что они прошли успешно. Особенно, если сопоставить с тем, что страны с недружественным режимом нам обещали в виде не просто помех, а просто злонамеренных козней, не давая возможности определиться с форматами, логистикой при организации выборов. Это, конечно, мне кажется, выдающийся достигнутый результат. Еще раз на фоне, повторю, тех планов, которые в отношении срыва наших выборов и вмешательства в них выстраивались коллективным Западом. Действительно, Министерство иностранных дел и загранучреждения, системы МИД, провели большую масштабную работу как в центре, так и за границей. Голосование прошло на всех открытых за рубежом избирательных участках. Их было 288. Я подчеркну еще раз, мы об этом говорили. За рубежом было на несколько участков больше, но именно 288 находится в компетенции Министерства иностранных дел Российской Федерации. Была явка высокая, в голосовании за рубежом приняло участие 383 553 человека. Если сравнивать, еще раз, все всегда просят привести некие сравнительные характеристики того, что было, с чем сравнивать. Давайте, если мы проведем сравнительный анализ по количеству пришедших, например, в 2021 году, то это примерно в два раза больше, чем на парламентских выборах за рубежом, которые проводились три года назад. Объявление официальных результатов, еще раз подчеркну, это прерогатива Центральной избирательной комиссии. Но сейчас, учитывая, что данные по участкам, в том числе и участкам, располагавшимся за рубежом, доступны в открытом формате на сайте ЦИК, каждый видит, что Владимир Владимирович Путин одержал уверенную победу, в том числе и на голосовании за пределами Российской Федерации. Успешному проведению избирательной кампании за рубежом способствовала большая организационная информационная работа наших дипломатических представительств под руководством Центра и непосредственно при координации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Наши загранучреждения, прежде всего, делали упор на обеспечение усиленных мер безопасности. Благодаря усилиям российских загранучреждений, голосование в целом прошло без серьезных происшествий. Провокации со стороны антироссийских сил своевременно и эффективно изолировались. Были и вопиющие случаи. Вы видели, как в Молдавии произошел экстремистский акт, безусловно, в ходе голосования. И да, действительно, эти вещи были. Мы эту информацию предоставляли. Но глобально, если посмотреть, и с учетом тех, так сказать, обещаний и заверений, которые давались недружными странами прямо и косвенно в публичной сфере о том, что наши выборы не состоятся или это уже не выборы и так далее, и так далее, что очевидно свидетельствовало о их нежелании нормально давать возможности для голосования. И плюс при такой явке, действительно колоссальной, можно сказать, что в целом все действительно прошло без серьезных происшествий. Вперед подготовки и проведения выборов за рубежом. Все подразделения системы Министерства иностранных дел в стране и за рубежом сработали слаженно, четко обеспечили соответствующий уровень подготовки и проведения голосования для наших граждан за рубежом. И, конечно, нужно сделать, на мой взгляд, главный вывод. Россия в полной мере обеспечила гражданам своей страны, своим гражданам, их конституционное право принять участие в голосовании, даже если они находятся за границей. В преддверии выборов и во время проведения голосования с помощью цифровых ресурсов Министерства, посольств, генконсульств максимально оперативно и широко оповещали наших граждан за рубежом о том, где и когда можно будет принять участие в выборах президента России. Я подчеркну, чем все это было осложнено. Во-первых, тем, что в недружественных странах буквально накануне 2024 года, в конце 2023, по решению режимов этих стран было сокращено наше дипломатическое присутствие. Закрывались загранучреждения, в первую очередь генеральное консульство, именно в местах компактного проживания наших соотечественников. И вплоть до непосредственно проведения выборов, буквально накануне, все это время уменьшалось количество нашего дипломатического кадрового присутствия, потому что российских дипломатов высылали, объявляли персонами Нонград и всячески творили козни для того, чтобы не дать им, допустим, вовремя оформить визы, для того, чтобы приехать и заменить своих коллег и товарищей. Собственно говоря, вы видите, что эти злонамеренные действия недружественных режимов продолжаются в отношении российских дипломатов вплоть до этих дней. Чудо было объявлено также о высылке российских дипломатов. Это также увязывается напрямую теми странами, которые мы называем недружественными или которые подвержены влиянию коллективного Запада. Эти высылки увязываются напрямую, и об этом говорится официально, с выборами и проведением выборов президента Российской Федерации за рубежом. В режиме реального времени я понимаю, почему такую озлобленность вызывают российские дипломаты, потому что они качественно работают. В режиме реального времени буквально круглосуточно Министерство иностранных дел и загранучреждения системы МИД на лентах в социальных сетях освещали ход голосования на избирательных участках по всему миру, показывая реальную картину, в отличие от того, что пытались нарисовать мейнстримовые западные средства массовой информации. Действительно, наши посольства, наши дипломаты стали источником правдивой информации о том, как проходит голосование за рубежом. И у западных журналистов не было возможности развернуться так, как они планировали и как их к этому склоняли их режимы. Они ведь, как вы, наверное, заметили, планировали начать освещать выборы президента Российской Федерации только с полудня воскресного дня. Мы начали давать информацию на наших лентах с того момента, когда эти выборы по-настоящему стартовали. Во многих наших загранучреждениях они проходили досрочно, они проходили в соответствии с нашими законами несколько дней. И у западных журналистов, которые, к сожалению, присягнули, наверное, не профессии, а своим политическим режимом, не было ни единой возможности извратить картину и превратить законное волеизъявление российских граждан в какую-то там протестную акцию, перформанс или еще что-нибудь похожее на флешмоб. Ну, вот я просто приведу цифры. В 144 страны, 288 участков у нас было. Только на наших ресурсах с начала марта было опубликовано порядка полутора тысяч материалов, тысячи фотографий и видеороликов. Ведь это же делалось не просто в некой информационной гонке за поставленной самим себе целью или результатом. Нет, это делалось ровно для того, чтобы предотвратить любые инсинуации относительно проведения выборов за рубежом. Вот те, кто следил, например, за нашим телеграм-каналом, могли все видеть своими глазами и буквально в режиме прямого эфира наблюдать за тем, как проводятся выборы за границей. Была продемонстрирована максимальная, как говорят на Западе, транспарентность, нашими словами, прозрачность, доступность получения информации. И хотя коллективный Запад и его наемные провокаторы всеми силами пытались сначала помешать проведению голосования, а затем и очернить, принизить значимость, превратить это все в шоу, буквально сделать все, чтобы превратить гражданскую ответственность людей в какую-то их гражданскую безответственность. А ведь пришли на выборы сотни тысяч сограждан, которые находятся, проживают, работают за рубежом. Вот несмотря на все эти планы, у них ничего не вышло. Мониторили и по горячим следам опровергали вбросы, фейки, публиковали антифейки. И лучшим подтверждением стали, конечно, комментарии и видео с участием российских избирателей. Вы же видели, они же стали сами, это очень важно, наши граждане, которые пришли голосовать на выборы президента Российской Федерации, сами стали лучшим ответом западной информационной кампании, правильно сказать, дезинформационной кампании. И мы эти ролики с удовольствием публиковали, именно как стопроцентно опровергающие все эти инсинуации материалы. Наши граждане отвечали прямо, глядя в камеру, зачем и почему они пришли на выборы. Они говорили о том, что они сделают свой выбор там, на избирательном участке, но они подтверждают, что пришли не на флешмобы, не на акции протеста или еще чего бы то ни было подобного. Они пришли голосовать. Они отвечали на оскорбления, которые неслись им в лицо, и угрозы, кстати говоря, нашими русскими народными песнями. Они отвечали с достоинством, с честью. Мне кажется, правильно сказать, как всегда, там, на Западе, хотели как хуже, а получилось по-нашему. Мы обратили внимание на шквал выступлений так называемых западных партнеров. Конечно, какие они нам партнеры теперь. По вопросу оценки результатов выборов президента нашей страны. Как будто по свистку они стали зачитывать одни и те же методички с одними и теми же словами, с одними и теми же выражениями. Все это еще до закрытия избирательных участков, а многие репетировали еще задолго до начала проведения выборов. Задача, безусловно, исказить результаты. Не смогли сорвать выборы за рубежом и вообще в целом выборы. Не смогли повлиять на волю изъявления граждан, не имея на это никакого права. Решили исказить. Комментируя подобные выпады, хочется отметить. У нас в Российской Федерации прямые выборы президента. И никто не имеет права оскорблять российский народ, который сделал свой выбор. А если вы там на Западе завидуете, так не завидуйте. А лучше поправьте что-то у себя. В законодательстве, в своих псевдодемократиях, приведите их в соответствие с реальными, настоящими демократическими нормами. И мы за вас порадуемся. Переходим к графику министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова. Завтра, 21 марта, запланированы его переговоры с сербским коллегой. Мы чуть позже опубликуем более подробный материал на этот счет. И завтра также будем вас о ходе переговоров и их итогах информировать. А теперь к актуальной международной повестке. Хотя, с другой стороны, все из того, что я уже сказала, более чем актуальная международная повестка. Ситуация вокруг украинского кризиса. Киевский режим из всех сил пытался сорвать проведение выборов президента Российской Федерации на приграничных территориях нашей страны. Особое внимание он уделил своим бывшим регионам. ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях. Как же они решили поддержать тех, кого до сих пор называют своими гражданами? Их, в кавычках берем, граждане, конечно, это граждане Российской Федерации. Но ведь киевский режим продолжает настаивать, что имеет некое право называть их по-прежнему своими гражданами. Так вот, так называемые граждане киевского режима, которые, конечно, ими не являются, получали от тех, кто так о них заботится и так хочет вернуть их обратно, сначала угрозы, а потом и бомбардировку прицельную гражданских объектов специально, потому что, видимо, так заботятся о них. 15 марта в Херсонской области бандеровцы нанесли удар по двум избирательным участкам в Каховке и селе Брилевка Алешкинского района. А у третьего в Скадовске заложили самодельное взрывное устройство. Вы, я задаю вопрос, может быть, там на Банковой кто-то остался еще, с незадурманенными наркотиками и мозгами. Вы реально считаете, что после того, как вы своими собственными руками бомбите и расстреливаете людей на избирательных участках, вы еще имеете право на что-то претендовать? Единственное, чем можно ответить на это, это историческим презрением ко всему тому, что называется киевский режим. Были пострадавшие, ранения получили два человека. 16 марта в Запорожской области ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в пяти метрах от входа в избирательный участок в селе Благовещенко. Вот у меня вопрос ко всем тем, кто комментировал за рубежом в западных странах российские выборы. Скажите, вы в своей методичке точно ничего не забыли внести? Вы не забыли внести осуждение террористических актов, совершенных на избирательных участках киевским режимом? А именно так это можно квалифицировать. Пять метров от входа на избирательный участок. А знаете, почему вы об этом не говорите? Я сейчас обращаюсь к Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину, Брюсселю коллективному. Почему? Потому что вы и есть наводчики киевского режима, вы и есть те, кто передает им координаты для того, чтобы наносили удар по людям, которые по-настоящему, а не так лицемерно, как вы, хотят жить свободно и участвовать по-настоящему в демократических процедурах. 17 марта. При обстреле украинских нацистов погибла женщина, которая являлась членом местной избирательной комиссии в Бердянске. Утром того же дня они атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов два избирательных участка в домах культуры молодежный, современник в городе Энергодар, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Где ОБСЕ? Где? Хочется спросить все те, кто орали с пены у рта относительно того, что обязательно нужно наблюдать за выборами президента Российской Федерации в 2024 году. Вам что, из вены не видно, как происходят обстрелы избирательных участков? Вам что, недостаточно информации и на этот раз, чтобы заявить решительный протест всему тому, что творит киевский режим? Что еще нужно, чтобы сделать подобное умозаключение на основе неоспоримых фактов? А я скажу, да, нужно, нужно обладать смелостью и честностью для того, чтобы это сделать. Судя по всему, у тех специализированных органов, которые должны делать подобные заявления, ни того, ни другого уже давно нет. Все попытки Киева воспрепятствовать свободному воле заявлению россиян провалились. Явка на вновь воссоединившихся с Россией регионах оказалась выше средней по стране. Она составила более 80%. Люди продемонстрировали решительный настрой и непоколебимое стремление отдать голос за будущее своей Родины, за процветание, за поступательное развитие. Они делали это под обстрелами. Они делали это, понимая, что могут погибнуть от рук киевского режима. Они это делали так же, как делали в 2014 году, когда шли на голосование, когда шли на референдум для того, чтобы выбрать настоящую свободу. Где все эти многочисленные неправительственные организации, где все спецдокладчики, спецкомитетов и трибуналов, которые так озабочены ситуацией вокруг Украины. Вы же видите, как людей расстреливает киевский режим в больницах, в школах, на избирательных участках. И вы молчите. Это историческое преступление. Это даже уже не предательство. Вы предали людей, о которых так заботитесь. Вы предавали все эти годы. Сейчас вы совершаете преступление настоящее. 12 марта российские военнослужащие совместно с ФСБ России предотвратили попытку боевиков осуществить прорыв в ряд районов Курской, Белгородской областей. С 12 по 19 марта только в Белгородской области пострадали не менее 98 человек, из них 16 погибли. Сейчас в медучреждении находится около четырех десятков человек, в том числе дети. В ночь с 13 на 14 марта по разным регионам России было совершено 60 атак беспилотных летательных аппаратов. 14 марта в Каховке Херсонской области в УСУ обстреляли здания центральной больницы. 16 марта бандеровцы ударили по местному памятнику жертвам фашизма. Там собралась группа людей, в результате одна женщина погибла, четыре человека получили ранения. 15 марта в Донецке от обстрелов у коронацистов погибло трое детей, в том числе девочка 21 года рождения. 17 марта в УСУ открыли огонь по территории детских садов Брелевки Херсонской области и в Белгороде. От удара осколков скончался мирный житель Белгорода. Да, мы фиксируем каждый этот случай. И наши следственные комитеты, наши правоохранительные органы молниеносно делают свою работу. Где все международные институции, которые столько лет повторяют слово Украина, права человека, гражданское общество. И каждый раз отворачиваются и говорят, что не знают, откуда шли удары по мирному населению. Уже даже слово «буча» перестали повторять, потому что неприлично ссылаться на то, чего не было, и искажать факты. Так будьте добры, апеллируйте и оперируйте фактами настоящими, которых уже предостаточно. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собираемых Следственным комитетом нашей страны, продолжают выносить приговоры украинским боевикам, которые совершили тяжкие преступления против мирных граждан. Донецкий суд вынес приговор боевикам Азова. Он обстрелял, я имею в виду, боевики обстреляли из миномета жилые дома. Бандиты получили от 26 до 27 лет лишения свободы. Никому из украинских преступников не удостуете. И мы каждый раз рассказываем о наказаниях за эти преступления. А теперь о западных кураторах киевского режима. 18 марта туда прибыл, в Киев, один из авторов формулы войны до последнего украинца, американский сенатор Грэм. Напомню, в России он внесен в список террористов и экстремистов. Что же он сделал? Он призвал режим Зеленского рекрутировать молодежь младше 25 лет и ускорить принятие закона проекта об ужесточении мобилизации. С его точки зрения, которую он озвучил прямо в камеры, под ружье должны встать все. Прямая цитата. «Нам нужно больше людей», цинично отметил сенатор Грэм, американский сенатор. При этом он потребовал от украинцев идти сражаться, в кавычках, за самих себя, в кавычках, потому что это прямая цитата, и не думать о том, продолжат США поддерживать Киев или нет. Нет. Судя по всему, на Банковое это внушение возымело действия. В тот день Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, соответствующая структура этого, как должно было быть, законодательного органа, а теперь просто буквально противодействующего законности, услужливо принял решение ускорить прохождение упомянутого проекта. «Больше людей сенатору США Грэму нужно от Украины где?» На поле боя, но он же прекрасно понимает, какая судьба их ждёт буквально в первые же дни, когда они там могут очутиться. «Больше людей где? В списках погибших? Без вести пропавших?» Ну скажите, нет никаких сомнений, что люди на Банковой не в состоянии в принципе что-либо воспринимать. А остальные? А ведь этот сенатор Грэм вернётся в Соединённые Штаты Америки, у него же есть свои избиратели. Но там-то люди могут понять, за кого они проголосовали, что это уже буквально нелюдь, который вот так может приехать в чужую страну и буквально заставлять, теперь уже даже без обещаний, теперь уже даже не покупая совесть, а просто заставлять людей идти на верную погибель. 19 марта состоялось очередное 20-е заседание контактной группы по оказанию оборонного содействия Украине в формате «Рамштайн». Никаких подарков к юбилею киевскому режиму сделано не было. Это неудивительно. В Вашингтоне открыто говорят, что недавний пакет экстренной помощи ВСУ на 300 миллионов долларов стал последним, и на новый транш денег нет. В схожем положении пребывают и европейские союзники киевского режима. При этом Украина остаётся для Запада полигоном для утилизации устаревших видов вооружений. Я приведу пример издания из самих западных источников. Издание «The National Interest» откровенно пишет о том, что союзники режима Зеленского не видят ничего зазорного, чтобы под видом помощи сбагрить воюющую страну ненужный военный хлам и металлолом. В том числе уже выведены из эксплуатации, будь то французские танки AMC-100 RC 2000 года выпуска, то есть им практически 25 лет, отремонтированные британские Challenger 2 или американские M1 Abrams. На днях газета New York Post сообщила о высокой вероятности продажи на чёрном рынке, поставляемой режиму Зеленского военной техники. У меня только, понимаете, один вопрос к всей этой западной прессе. Ведь всё, о чём они сейчас пишут, как об открытии, на самом деле мы говорили с фактами на руках ещё полтора-два года назад. Мы с этого начали, о том, что первые же поставки американской и западной техники в СССР тут же начали появляться на чёрных рынках. Потом мы говорили о том, что они появляются на чёрных рынках Европейского Союза, потом начинают расползаться и далее в регион Ближнего Востока, Северной Африки и далее по всему свету. Мы ведь об этом говорим два года. Но только, видимо, из рук своих работодателей или, не знаю, грантораспределителей они могут получать данные, которые идут в публикацию. А когда эти данные открыты, очевидны, объективны, это их не интересует. Вот оказывается теперь, что из-за отсутствия нормальной отчётности Пентагон не имеет возможности определить, сколько боеприпасов всё-таки попало на Украину и не знает, как они, в принципе, были использованы. А мы разве об этом не говорили два, опять же, года? Есть вопросы по поставкам оружия на сумму 42 миллиарда долларов. На таком фоне возникает вопрос, а на какие цели будут потрачены новые десятки миллионов долларов, вокруг выделения которых в Конгрессе США кипят в такие страсти, если никто не знает, а куда ушли прежние миллионы и миллиарды? Обратили внимание на высказывание министра обороны Южной Кореи Син Ван Сик относительно событий в городе Буча, упомянутой уже сегодня. Он усомнился в украинской версии событий о некой российской резине и сослался на то, что это, теперь прямая цитата, пока окончательно не установлено как явный факт. То есть, понимаете, начинает уже пробиваться даже вот такая риторика. Не только к Буче не апеллируют как к прямому обвинению Российской Федерации, но теперь вообще уже постепенно начали использовать выражения, ставящие под вопрос официальную западную версию. Все это подтверждает, что на протяжении почти двух лет Россия говорит то, что не хотели слышать, а теперь слышать придется. Трагедия в Буче является циничной провокацией киевского режима и его западных кураторов. И те средства массовой информации, которые все это распространяли, должны за это ответить. Кстати, точно такую же позицию они занимали и по Сирии, когда сначала распространяли кадры о якобы убитых детях режимом Асада, а потом, когда эти дети начинали говорить, и оказывалось, что их никто со стороны Асада и пальцем не трогал, и при этом дети начинали говорить о тех ужасах, которые они испытывали на протяжении своей жизни именно от сил международного экстремизма и терроризма, за которыми стояли западники, тут же западные средства массовой информации теряли к этому всяческий интерес. Мы обязательно опубликуем подборку материалов, которые вышли в западных средствах массовой информации в первый день, после того, как всю историю, а на самом деле лжеисторию Бучи, преподнесли в качестве факта. Мы обязательно это сделаем. Мы укажем средства массовой информации, мы укажем даты, когда это было сделано. Мы укажем, кстати говоря, и имена журналистов, которые тогда в западных, прежде всего, американских средствах массовой информации стояли в кадре. Раскручивая свой вымысел о зверствах, как они любят говорить русских солдат, в Буче, на банковый порно обходит молчанием то, что реально творится там, у них сейчас, каждый день. Например, в СИЗО. Это СИЗО получило народное название Гуантанамо. Тем временем, прошедшие через эти застенки и вернувшиеся по обмену российские военнослужащие свидетельствуют о нечеловеческих условиях содержания и самых извращенных методах физического насилия и массовых избиениях в ходе допросов. И все это, конечно, скрывается от Международного комитета Красного Креста, от других международных организаций. Но что значит скрывается? Как это можно скрыть, если это уже является частью информационного поля? И людей, которые об этом говорят, можно найти, задать вопросы, направить им письма просто у этих международных организаций. Нет желания видеть эту сторону ситуации. Они не хотят туда заглядывать. Они просто отворачиваются. Просто отворачиваются уже больше некуда. В данном контексте весьма примечательное сведение, которое предоставил украинский военнопленный из 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок. Видеозапись его признания была обнародована в средствах массовой информации. Он рассказал, что на спецкурсах в Британии их обучали не только обращению с оружием и боевой технике. Я хочу привести его слова буквально так, как он сказал. В прямой цитате. «Над нами, — сказал украинские военнопленные, — работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестоко к ним относились, если взяли в плен». Конец цитаты. Мы вновь призываем профильные международные организации наконец начать обращать внимание на массовые нарушения киевским режимам международных гуманитарных обязательств, гуманитарного права, в том числе добиться от него реальной картины происходящего в СИЗО города Буча. Все это еще раз подтверждает актуальность тех задач, которые были поставлены российским руководством в рамках специальной военной операции. Теперь про западное любимое, об обвинениях России, как они это формулируют, в насильственной ассимиляции украинских детей. Как вы знаете, 4 января текущего года вступил в силу указ президента Российской Федерации об определении отдельной категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. Так вот, согласно этому указу, был установлен упрощенный порядок приемов гражданства нашей страны отдельной категории иностранцев, в том числе граждан Украины, их детей, супругов, родителей, а также временно пребывающих, постоянно или временно проживающих в Российской Федерации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В указе отсутствует положение, нацеленное на замену или уничтожение каких-либо отличительных этнических или культурных черт, находящихся в России несовершеннолетних граждан Украины, которые являются сиротами или детьми, которые остались без попечения родителей. Речь идет о предоставлении российского гражданства по гуманитарным соображениям, чтобы вывезенные из-под стрелов и эвакуированные из прифронтовых зон на территории нашей страны дети смогли полноценно вернуться к нормальной мирной жизни, пользуясь при этом всеми правами и социальными услугами, которым имеют доступ граждане Российской Федерации. Необходимо отметить, что приемы в российское гражданство происходят не автоматически, а путем добровольного обращения с заявлением о приеме в гражданство. Это пункт 3 соответствующего указа. В соответствии с пунктом 7 указа, приобретение гражданства детьми в возрасте от 14 до 18 лет возможно только при наличии их согласия, выраженного в письменной форме. В целом, согласно пункту 7 указа, независимо от возраста ребенка, подача заявления о приеме в российское гражданство должна сопровождаться предоставлением документа об установлении факта отсутствия попечения родителей или родственников. Данная процедура осуществляется на основании поданных по собственной инициативе заявлений официальных представителей несовершеннолетних. Приобретение российского гражданства не обусловлено прекращением гражданства Украины, это очень важно, и не требует прохождения подобной процедуры. По достижении совершеннолетия лицом может быть принято решение о сохранении гражданства двух государств, оформлении выхода из одного из них наряду с самостоятельным выбором места проживания. Кроме того, в случае обнаружения у несовершеннолетних кровных родственников, в том числе проживающих на территории Украины, профильными российскими структурами предоставляется вся необходимая помощь для их скорейшего воссоединения с семьей. Теперь, что касается обвинений МИД Украины, как они это формулируют, в насильственной ассимиляции украинских детей. Подобные утверждения не соответствуют содержанию упомянутого указа и по большей части строятся на подмене юридических понятий. Установление правил приобретения своего гражданства является суверенной прерогативой любого государства. Подобное положение есть, к примеру, в пункте 1 статьи 3 Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 года, участником которой, напомню, является Украина. Кроме того, согласно пункту 4 ее статьи 6, каждое государство-участник предусматривает в своем внутреннем законодательстве возможности, облегчающие приобретение его гражданства, в том числе лицами, признанными беженцами, постоянно проживающими на его территории. Полагаем также, что стремление киевского режима оспорить правомерность предоставления детям российского гражданства, несмотря на их проживание на территории России, не соответствует принципу приоритета наилучших интересов ребенка. А он закреплен в Конвенции о правах ребенка 1989 года. Конечно, неуместными являются отсылки МИД Украины не только к Конвенции о правах ребенка, но и к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это документ от 1948 года. И Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Киевский режим приравнивает принятие детей в гражданство к их, прямая цитата, передаче из одной национальной этнической группы в другую, конец цитаты, и квалифицирует это, как, опять же, прямая цитата, один из признаков геноцида, конец цитаты. Так вот, согласно пункту ЕСТАТИ-2 Конвенции о геноциде, теперь, опять же, прямая цитата, насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую, конец цитаты, признается геноцидом, если совершается, прямая цитата, с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Конец цитаты. Извините, но здесь такая отсутствует формулировка буквально как класс. Собственно, и реальность иная в корне. Установленный указом порядок обращения с заявлениями о приеме в гражданство украинских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не является новым. Аналогичное положение содержится в указе президента от 30 мая 2022 года, это указ номер 330. Согласно этому документу, прямая цитата, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, конец цитаты, приобретали гражданство России в упрощенном порядке. Сам по себе упрощенный порядок приемов гражданства детей, которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при этом был закреплен в различных редакциях федерального закона о гражданстве Российской Федерации на протяжении всего периода его действий с 2002 года и распространялся в том числе на детей, имевших украинское гражданство. Кроме того, при приеме в гражданство детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, из числа граждан Украины или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, обязательными не являются критерии владения русским языком, знаний истории России и основ законодательства Российской Федерации. Как представляется, соответствующие изъятия из установленных законом требований могут рассматриваться в качестве контраргумента на заявлении украинских властей о так называемой принудительной русификации этих детей. Но это не единственное, что мы увидели в качестве таких глобальных нападок и планов по агрессивной антироссийской деятельности. Вот 14 марта генеральный секретарь НАТО Столтенберг представил ежегодный доклад о деятельности этой организации в 2023 году. Мы его, не Столтенберга, а доклад, внимательно проанализировали. Никаких новелл в нем, естественно, не содержится. Даже этот формализованный документ, пропитанный психологией противостояния НАТОвского золотого миллиарда стальному миру, в принципе, является продолжением предыдущей НАТОвской логики. На первом плане сдерживание России и Китая генсекретарь буквально рапортует о продолжении расширения НАТО на восток за счет принятой в альянс в 2023 году в Финляндии и за счет активизации взаимодействия с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ну и, естественно, помощи Украине и очередном существенном увеличении оборонных расходов альянса. Бюджет этого военного блока растет, напомню, уже девятый год подряд. За прошлый год составил уже около одного, даже более чем одного триллиона долларов США. Что это, если не бюджет войн, конфликтов, которые развязываются НАТОвцами, подогреваются НАТОвцами. И да, мы слышим постоянные заявления о том, что это не альянс ведет гибридную войну, а это страны-члены, каждый в своем национальном качестве. Но так как это интересно совпало, что страны в своем национальном качестве полностью выполняют те самые докторинальные документы, которые НАТОвцы внутри своих структур определили в качестве программных в контексте и в направлении своего антироссийского курса. В докладе с удовлетворением отмечается, что в 23-м году 11 стран-членов достигли установленной в альянсе отметки оборонных расходов в 2% ВВП. А в 24-м году их количество достигнет уже 18. Вот она, знаменитая блоковая дисциплина, которая заставляет наращивать военные траты, в то время как граждане европейских стран сталкиваются с беспрецедентным падением уровня жизни, с колоссальными экономическими трудностями и полностью отсутствует какой-либо перспективы будущих темпов развития, которые соответствовали бы заявленным. Большое внимание в документе ожидаемо уделено противостоянию нашей стране и поддержки НАТО на нацистского режима в Киеве. Вот опять же, согласно докладу, в 23-м году Альянс потратил на нелетальную военную помощь Украине 117 миллионов долларов США. Стоимость поставок туда вооружения и военной техники странами-членами блока превысила уже 100 миллиардов долларов. Примечательно, что 24 миллиона долларов США из натовских средств были перераспределены на поддержку Украине с целевого фонда для афганской национальной армии. Вместо того, чтобы направить средства на содействие народу разрушенного Вашингтоном и его союзниками Афганистана, они опять предпочли их инвестировать в войну. В Альянсе продолжают парадоксально заверять, что, дескать, не стремятся к конфронтации с Россией и не представляют для нее угрозы. Но при этом продолжают направлять вооружение, инструкторов и наемников на Украину. Ну и, естественно, буквально гордятся усилением своих военных потенциалов вдоль наших границ от Балтики до Черного моря. В 2023 году НАТО и ее страны-члены провели 130 коалиционных и 1029 национальных военных учений. Нет, это не за десятилетие. Это за 2023 год. Против кого большинство этих маневров было направлено, мне кажется, объяснять не надо. На второй план для блока отошла такая актуальная глобальная проблема, как терроризм. Вы спросите, ну как же так? Ответ очевиден. Как Вашингтон и союзники могут бороться с тем, что сами и порождают? Поставляют украинским боевикам оружие для нанесения террористических ударов по мирным жителям, гражданской инфраструктуре России. Обучают своих киевских подопечных кибератакам. Обучают, как мы теперь выяснили, еще ненавидеть русских. Неважно, берут ли они в заложники людей, имеют ли они возможность с ними внесудебно расправиться или просто на расстоянии. Но главное ненавидеть. Передают НАТО в ЦВСУ боеприпасы с обедненным ураном, который наносит непоправимый ущерб экологии на долгие годы. Теперь о выборах. Комментарии генсекретаря НАТО о том, что якобы, принимая цитата, выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства внутренних дел нашей страны. Странно слышать такие высказывания от чиновника организации, которая под лидерством Вашингтона имеет долгую историю силового давления и прямой военной агрессии в отношении независимых государств. Для другого от большинства сегодняшних НАТОвских так называемых лидеров ожидать и не приходится. Они не замечают и даже оправдывают удары украинских террористов из западного оружия по мирно голосующим российским гражданам и избирательным участкам, но зато готовы судить о нелегитимности выборов во всех точках мира. Права у них такого нет. И еще раз хочу повторить, у нас прямые выборы президента. Это выбор, который делает каждый гражданин Российской Федерации, голосуя непосредственно за человека, которому хочет доверить управление страной, не голосуя за посредника, не делегируя это кому-то, кто называет себя лоббистом, представителем и еще кем бы то ни было. А напрямую выбирают президента. Многие натовские страны, крупные, которые тут вот нас пытаются учить, имеют такую систему и реализуют ее на практике. Конечно, нет. Штаты, ну я про Британию вообще не хочу говорить, там какое-то, знаете, непонятное скрещение монархии из демократии. А что, в Германии, может быть, прямые выборы руководителей государства? Четыре срока подряд сидят в Германии канцлеры. То один, то второй, и нормально, никто никого там ни за что не порицает. Как образуется коалиция и какое отношение волеизъявления граждан имеет к формированию этих коалиций вообще непонятно. И тоже ничего, нормально, забывают демократии, идут дальше. Делайте, что хотите, и пусть они делают, что хотят. Пожалуйста, это их люди, их политики, их системы. К нам это не имеет никакого отношения. Так и к нам просто не лезьте. Теперь хотелось бы сказать несколько слов об антироссийских высказаниях, и не только высказаниях, но и действиях властей Исландии. Мы обратили внимание на всплеск, буквально так, антироссийской риторики в информационном пространстве этой страны. Один из последних примеров выступления министра иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиксона. Он 7 марта в университете Исландии, манипулируя историческими фактами, рассуждал о том, что до, как он сформулировал российского, с его слов, вторжения на Украину, западные страны якобы ошибочно толковали на самом деле реваншистские устремления с его точки зрения руководства России. Он также привел свои оценки текущей ситуации в нашей стране, которая, по его словам, страдает от многочисленных экономических, социальных и демократических вызовов. Мне просто интересно, а вот в университете Исландии Бьярни Бенедиктсон, Миндил, Исландии, когда начнет читать лекции про Соединенные Штаты Америки? Очень хочется послушать об экономических, социальных и демократических вызовах в этой стране. А в Германии? Про Германию когда будет министр иностранных дел своим студентам рассказывать? Францию, Испанию, Италию. Любая страна НАТО может и должна стать объектом его исследований. Почему с нас-то все время начинают? Искажение истории, чем он занимается, хорошо известный прием, который используется недружественными режимами и враждебными нам государствами для раздувания русофобии, а также в обосновании запредельных расходов на поддержку Украины, на ее милитаризацию, оправдания в глазах местного населения своих собственных ошибок. Выказательно, что 12 марта обнародован был долгосрочный план исландского правительства по наращиванию содействия киевскому режиму. Он включает в том числе финансирование закупок вооружений и обучения боевиков ВСУ. К сожалению, своим студентам Бьярни Бенедиктсен не рассказал о том, что на деньги исландских налогоплательщиков теперь вооруженные силы Украины бомбят избирательные участки. До этого много лет бомбили больницы, школы, детские сады. Почему такая скромность? Почему не рассказать, куда идут эти деньги? Почему не показать фотографии детских кладбищ, аллеи ангелов? Почему не рассказать о том, сколько детей погибло сейчас? Почему не рассказать о том, как дети пытаются выжить под обстрелами вооруженных сил Украины? Это все неинтересно. Интересна пропаганда им, которую отправляют им в виде методичек, потому что без этих методичек рассказать своими словами своему собственному народу в Исландии, зачем они собирают последнее на нужды ВСУ, не представляется возможным. Вот сейчас идет работа над исландско-украинским соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности. Исландия входит в число стран, наемники которых прибыли на Украину для участия в боевых действиях. Из недавнего времени готовят на своей территории украинских военных моряков. Якобы миролюбивая Исландия таким образом изо всех сил пытается не отстать от старших союзников в спонсировании украинских нацистов, хотя даже не имеет собственной армии. Я думаю, что не столько Исландия не хочет отстать. Я думаю, что вот это самое агрессивное западное сообщество не хочет ее отпускать из своих рядов. Это такая, знаете, настоящая круговая порука. И без всякого сомнения, безответственные действия и риторика Рекиавика учитываются при оценке наших отношений с Исландией. 14 марта постоянная палата Третьейского суда обнародовала решение международного морского арбитража об отстранении от рассмотрения дела двух арбитров на основании их предвзятости. Речь идет о разбирательстве, которое было затеяно Украиной в связи с задержанием в 2018 году украинских военных кораблей и моряков за попытку прорыва из Черного моря в Азовское через российские территориальные воды. Эти два арбитра, председатель арбитража Макры, это Новая Зеландия и Канада, и Вольфрум, ФРГ, проголосовали за принятие декларации так называемого Института международного права, в которой содержались необоснованные заявления о якобы противоречии международному праву действия Российской Федерации по признанию независимости ДНР и ЛНР и реализации права на индивидуальную и коллективную самооборону в рамках Устава Организации Объединенных Наций. Отмечается, что при этом упомянутый институт не произвел анализа ситуации и проигнорировал такие основополагающие международные принципы, как право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Институт также закрыл глаза на всю историю донбасских событий, даже не упомянув Минские соглашения. По сути, все декларации, и конкретно эта его декларация, носила не правовой, а чисто политический характер. Стоит отметить, что за свою более чем столетнюю историю институт принял всего шесть документов вот таких деклараций. Ни одна из них не содержала осуждений агрессивных действий, например, США, прочих натовцев, а было поводов немало. Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, другие страны. Институт все это проигнорировал и также не выступил с осуждением действий, например, Израиля в секторе газа. Ряд международных судей, адвокатов, которые являются членами института, отказались голосовать за данную декларацию или воздержались при голосовании, сославшись в том числе на необходимость сохранять объективность. Однако упомянутые Макрэ и Вольфрум безоговорочно поддержали этот откровенный ангажированный документ. Более того, они не информировали арбитраж и стороны разбирательства об этом шаге. На этом основании российская сторона потребовала их отвода в качестве арбитров в связи с явными признаками предвзятости. Международный морской арбитраж большинством голосов поддержал требования Российской Федерации, отклонив при этом возражения украинской стороны. Теперь предстоит назначить новых арбитров. Решение арбитража подтвердило. Огульное осуждение действий нашей страны свидетельствует о пристрастности и необъективности. Об этом следует помнить всем западным юристам. Решение опубликовано на сайте Постоянной палаты Третьейского суда. Ссылку обязательно инкорпорируем в тех сегодняшнего брифинга. И вот еще из разряда новостей русофобии. 15 декабря 2023 года в ходе закрытого заседания Совета Европейской Организации по ядерным исследованиям государственными участниками этой структуры было принято решение не продлевать соглашение о сотрудничестве с нашей страной. Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Не в корне противоречат духу научного сотрудничества. В соответствии с установкой на нанесение, как это сформулировано коллективным Западом, стратегического поражения, Запад наращивает давление на нашу страну и в сфере фундаментальной науки. Все это естественно, обречено на провал. Это очевидно, это доказано уже было даже за последние два года неоднократно. Примечательно, что жертвами такой агрессивной кампании становятся зарубежные институты и ученые, которые хотели бы развивать сотрудничество с нашей страной. При этом мы прекрасно понимаем, что специальная военная операция лишь предлог для наращивания подрывной деятельности. Почва для этого готовилась уже давно, как минимум последние десятилетия. Россия остается открытой к взаимодействию с теми, кто готов выстраивать отношения с нами на равноправной, взаимоуважительной основе. Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области фундаментальных исследований. Мы неизменно привержены международному сотрудничеству в различных областях науки. Рассматриваем поступательное научно-технологическое развитие как необходимые условия для решения стоящих перед человечеством задач. Очевидно, на современном этапе вызовы в этой сфере носят трансграничный глобальный характер. Опыт показывает, что прорывные научные открытия последних лет совершались в результате научной кооперации, взаимодействия и свободного обмена результатами исследований, наработок и прорывных достижений. Соответственно, и плоды науки, результаты труда ученых, вне зависимости от их национальности, этнической принадлежности, являются всеобщим достоянием, способствуют улучшению качества жизни людей. Право каждого человека на участие в научном прогрессе, в использовании его благ закреплено во всеобщей декларации прав человека. Это пункт 27.1. Обеспечение доступа к научным знаниям равных прав ученых стоят в голове угла работы ЮНЕСКО. Кстати, неплохо было бы, если бы эта организация прокомментировала соответствующее дикое решение. Отстранение российских ученых от деятельности Европейской организации по ядерным исследованиям является очередным примером дискриминации отечественных исследователей по национальному признаку. Не только ученые, мы сегодня еще поговорим и будем говорить немного о спорте. Инструментализация этой области для эскалации геополитического противостояния, превращение ее в санкционный механизм, являются чудовищной попыткой достижения сиюминутных политических результатов, а расплачиваться за эти все эксперименты придется всему человечеству. Мы уверены, что западное научное сообщество и разумная часть эстеблишмента не могут этого не понимать. Ну и, собственно, о спорте. Принятые накануне исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета решений идут в русле мер и принципов, сформулированных в декабре 2023 года и касаются допуска, как было сформулировано, нейтральных спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде. Я не буду все это зачитывать, все эти решения. Я их прокомментирую сразу. Решения МОК являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми. Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными Международным олимпийским комитетом на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном, так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом. Подобными действиями МОК, который должен наоборот развивать мировой спорт, на самом деле раскалывает и политизирует международное спортивное движение, идя на поводу у определенной группы государств и фактически выступает инструментом недобросовестной конкуренции. Наша страна последовательно выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства и недискриминации, обеспечения всем без исключения равного доступа к спортивным состязаниям. Я больше хочу сказать, Международный олимпийский комитет стал местом, где процветает неонацизм и расизм. Только так это можно квалифицировать. Сегрегация людей по национальности, этническому принципу, отстранение людей только на основе их гражданской принадлежности от международных спортивных мероприятий тому лучшее свидетельство. И еще то, о чем я говорю, факты, которые это подтверждают, абсолютно недопустимыми и не просто политизированными, а стоящими действительно в одном ряду с решениями, подкрепленными вот этой самой расовой дискриминацией, является заявление Международного олимпийского комитета, который прямо призвал спортсменов и государства отказаться от участия в международных соревнованиях, всемирной игры, дружбы. Я напомню, они должны пройти в Москве и в Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Я также скажу, они состоятся. Подобные заявления из уст организаций, которые призваны стоять на защите олимпийских идеалов, бескураживают только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры. Эти решения демонстрируют, как далеко Международный олимпийский комитет отошел от заявленных принципов в угоду политической конъюнктуре и скатился к расизму и неонацизму. Целью проводимых России игр является гарантированный свободный доступ российских и иностранных спортсменов и спортивных организаций к участию в международных спортивных соревнованиях и развитию новых форматов международного спортивного сотрудничества. Всемирные игры дружбы не являются альтернативой олимпийским играм в Париже. Обвинение нашей страны в политизации спорта, оказание какого-либо давления на спортсменов и правительства в целью, как было сформулировано, принуждения к участию в играх абсолютно беспочвенные. Это и есть дезинформация, это и есть то самое, что на Западе называется фейками, фейк-ньюс. Россия открыта для спортивного взаимодействия со всеми странами на основе равенства, недискриминации, в соответствии с духом и принципами олимпизма, которым мы неуклонно следуем. Выступаем за честные, справедливые соревнования. И в этой связи хотели бы напомнить о принципе четыре олимпийской хартии. Он гласит, прямая цитата, «Занятие спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры». Конец цитаты. Я повторю еще раз. Это олимпийская хартия. И все, кто имеют отношение к Международному олимпийскому комитету в качестве функционеров и получают за это деньги, обязаны ее выполнять, а не придумывать свои новые правила, которые противоречат олимпийской хартии. Это не мы действуем в обход спортивных организаций. Это западные спортивные организации, исследуя кильвадре своих правительств, проводящих недружественную, конфронтационную и агрессивную линию в отношении России, отказываются от диалога, отказываются от сотрудничества с нами. Всемирные игры дружбы проводятся в международной ассоциации. Все требования ВАДа по антидопинговому сопровождению будут выполнены. А что касается упомянутой в заявлении МОК резолюции Генассамблеи ООН 78-10, а 21 ноября 2023 года ее заголовок «Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов», то действительно, и мы об этом уже говорили, Россия была вынуждена воздержаться при ее принятии, поскольку авторы, в частности Франция, следуя своему русофобскому курсу, закрепили в документе откровенно дискриминационные формулировки. Они идут вразрез с общепринятой трактовкой спорта как действующего инструмента укрепления сплоченности, утверждения универсальных ценностей, преодоления расовых и политических барьеров, а также борьбы с предубеждениями и предрассудками. Несмотря ни на что, продолжим в Организации Объединенных Наций и на других международных площадках во взаимодействии со всеми конструктивно настроенными государствами добиваться осуждения дискриминации в спорте и призывать к поощрению равных возможностей для участия всех атлетов в спортивных состязаниях. Всемирные игры дружбы, отражающие подлинные олимпийские идеалы, станут воплощением дружбы, открытости, спортивного братства, равноправия и справедливости. Мы ждем всех спортсменов, все спортивные организации на этом настоящем празднике спорта. Теперь хотелось сказать несколько слов о так называемом саммите за демократию. Нам же говорят, что есть только одна страна, которая имеет право на все, потому что она и есть демократия. И именно она раздает всем такие, как сказать, справки о степени демократичности и проводит последние пару лет так называемый саммит за демократию или саммит демократии. Вот в столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня завершается трехдневное мероприятие, оно было организовано режимом Байдена под названием саммита за демократию. Это третья подобная сходка за последние два с половиной года. И, видимо, наверное, не последняя. Похвастаться американцам и тем, кто поверил их мифам про демократию, особенно нечем. Собственно, как и следовало ожидать, нынешняя попытка оказалась для США, как и все предыдущие, абсолютно провальной. Причем такой результат, похоже, прогнозировали и сами организаторы, поэтому старались, как любят говорить на Западе, управлять ожиданиями. Что это означает? Это означает не говорить, что хотят сделать, а просто исходить из того, что получается, и по ходу корректировать цели и целеполагания. Но, собственно говоря, не случайно процесс подготовки к так называемому саммиту происходил в режиме практически полной информационной тишины. С учетом подобной конспирации и ожидаемого конфуза, даже удивительно, что южнокорейцы своевременно не отозвали согласие принимать на своей территории столь бесславное мероприятие. Я, кстати говоря, уверена, что любая более-менее самостоятельная страна так бы и сделала. Но, к сожалению, видимо, в Сеуле не посмели ослушаться приказа своих заокеанских начальников и пошли на эту авантюру. Всем здравомыслящим участникам международного общения совершенно очевидно, что под ширмой созыва такого рода между собой встает упорное стремление правящих слоев США придать видимость легитимности одиозным практикам вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Ну, собственно говоря, в русле печально известного порядка, основанного на правилах этого грубого механизма проталкивания эгоистических интересов глобалистских кругов США и их сателлитов. Претензии американских властей на лидерство в продвижении демократических ценностей в общем мировом масштабе лишены каких-либо оснований. У них просто права такого нет ни по праву, так сказать, нынешней ситуации, ни в историческом контексте. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Репутация США в сфере, если выражаться дипломатично, демократичности, свобод, вообще соблюдения, кстати говоря, своих обязательств, что тоже является частью демократии, разрушена. Разрушена эта репутация. Мы обращали на это внимание неоднократно. Вот, в частности, Министерство иностранных дел России выпустил заявление от 1 декабря 2021 года. Сделали мы комментарии 28 марта 2023 года. С тех пор положение дел только ухудшилось. Мы, естественно, ссылки добавим в тех сегодняшнего брифинга. О каком-то авторитете карикатурного байденовского режима можно говорить только в сатирическом смысле. На деле этот авторитет давно уже низвергнут ими самими. Они саморазоблачились и сделали это именно предпринимая конкретные шаги. Никакими саммитами и ни на каких саммитах это не исправить. Я просто приведу пример из недавнего заявления президента России, который характеризовал ситуацию в США, говоря о том, что то, что мы там наблюдаем, это не какая-нибудь демократия, а просто катастрофа. И весь мир смеется над тем, что происходит. Возможно, им и нужны для этого саммита, чтобы посмеяться всем вместе над собой. При этом даже неискушенному наблюдателю очевидно, что именно Вашингтон выступает главным препятствием на пути демократизации международных отношений. У себя дома суверенные нации, я думаю, как-нибудь разберутся. Разберутся сами, без назойливых подсказок, без подсказок американцев или каких-либо других стран, других учителей жизни, как им жить, как им выстраивать отношения внутри, своих сообществ и вовне. Выдвинутая Байдена в 2020 году в ходе избирательной кампании флагманская идея саммитов за демократию к настоящему моменту окончательно умерла. Все нормальные люди уверены, что она будет похоронена вместе со всей этой псевдодемократической, называющей себя либеральной администрацией. Поэтому подробно все это комментировать и разбирать вот этот саммит, квазисаммит за демократию я не буду, потому что, честно говоря, уже это просто, это какой-то, знаете, это гротеск, это уже не сарказм, это настоящий гротеск то, что они делают. Я просто на паре моментов остановлюсь. Мы категорически отвергаем прозвучавшие в ходе этого сборища в адрес России обвинения в проведении каких бы то ни было кампаний по распространению дезинформации. Это кто вообще нас в этом обвиняет? Соединенные Штаты, которые придумали вместе с киевским режимом тему Буча, вы списки-то опубликуете тех, кого вы считаете там погибшими от рук как бы российских военнослужащих? Ну за два года-то можно разжиться было хотя бы списком жертв? Нет? Нельзя? Все это, все ровно с точностью наоборот. Нас обвиняют дезинформацией те, кто этой дезинформацией и занимается. Логичным образом считаем неприемлемыми любые провокационные высказывания, которые порочат достоинства других стран. Мы защищаем не только себя, мы защищаем принцип недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств и недопустимость распространения дезинформации об этих странах, в том числе с целью вмешательства в их внутренние дела. Мы считаем абсолютно недопустимым порочить и распространять обвинения в адрес Китайской Народной Республики в злонамеренной, как было сформулировано, манипуляции информации, что является типичным образцом действий Запада в духе предвзятости двойных стандартов. То же самое могу сказать о недопустимости использования соответствующей риторики Западом в отношении КНДР. Мы полагаем, что решительного осуждения заслуживают непозволительные попытки организаторов так называемого саммита за демократию использовать его в целях оказания давления на Пекин, в частности через приглашение на мероприятие неких представителей, как было сказано, Тайваня. Россия твердо придерживается нашей традиционной концепции на этот счет, и мы поддерживаем действия китайских друзей по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности. В мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. И никакие лже-квази-саммиты за демократию, которые проводит Вашингтон, этого изменить не смогут. И еще одно замечание непосредственно про демократию. Как я уже сказала, Россия не считает необходимым, нужным, правильным давать оценки, квалификацию с точки зрения плюсов, минусов, возможностей существования или невозможностей существования различных мировых систем в той или иной стране. В мире много разных моделей народовластия. Каждая страна имеет право на какие-то собственные взгляды, традиции, какой бы уродливый вид демократии, например, не принимала на Западе, называемая имя демократия, система. В конце концов, дело выбора живущих там людей. Но наша страна и другие суверенные нации не могут и не будут мириться с попытками навязать им монохромную и тупиковую западную модель демократии. Мы будем ставить жесткий блок на любые попытки вмешательства в наши внутренние дела. Эту позицию разделяет подавляющее большинство стран мира. Это, собственно говоря, и сами американцы, если на то пошло, первые, кто должен нас поддержать в этом вопросе, ведь сами они свято блюдут принцип невмешательства в их дела. Но это американцы, которые живут не по правилам, а по закону, по своей конституции, которые имеют еще смелость высказывать свою точку зрения в рамках законов. К сожалению, есть и те, которые всего этого лишены или лишили себя сами. Людей, которые имеют точку зрения, основанную на законности и на ощущении настоящей свободы в Белом доме и Госдепартаменте, действительно мало, потому что их оттуда десятилетиям вытравливали, постоянно мотивируя и сегрегируя по неким политическим принципам, ставя крест на профессионализме. Поэтому выродилась американская демократия и дипломатия, вот такие жуткие, уродливые мероприятия, как саммиты за демократию. Им пора бы эти деньги тратить на исправление внутриамериканских ошибок, которые привели к разрушению демократических основ, а не собирать людей, которые будут наблюдать с близкого расстояния за теми, кто нанес непоправимый ущерб американской демократии. Вот теперь конкретные примеры. Посмотрите, что творится со свободой слова в самих Соединенных Штатах в контексте демократии. Вот они пока в Сеуле собирались и рассказывали другим о демократии. В самих США наглядным подтверждением кризиса демократии является ситуация вокруг социальной сети или видеоплатформы ТикТок. Дело в том, что публично ратуя за абсолютную свободу слова в интернете, и именно этот посыл и именно эту концепцию они ставят во главу угла, когда рассматривают различные проекты ООНовских резолюций. На деле администрация Байдена использует грязные методы манипулирования потоками данных для решения собственных узкокорыстных задач – экономических, политических, различных. Вот беспардонно ограничивается доступ граждан к источникам информации в нарушении общепризнанных норм международного права и первой поправки Конституции США. Блокировка ТикТок иллюстрирует пресловутую политику двойных стандартов Вашингтона и в отношении IT-гигантов. Американцы навязчиво стремятся закрепить монополию своих подконтрольных компаний, таких как Microsoft, Google, Meta – это из них объявленные в России экстремистскими. Они хотят закрепить их монопольное положение на международной арене и под любым предлогом протолкнуть их в качестве полноценных участников глобальных переговоров о регулировании цифровой среды в Организации Объединенных Наций. А конкурентов, которые действуют действительно в рамках законности, но при этом не подчиняются тотально Соединенным Штатам Америки, они пытаются изничтожить. Как показывают дискуссии в рабочей группе открытого состава ООН по международной информбезопасности, ресурсы упомянутых западных ТНК задействуются не на благо развития, а для отработки выгодной Соединенным Штатам Америки политической повестки. При этом Вашингтон делает все возможное, чтобы сохранить свободу рук собственных IT-корпораций и пытается вывести их под действие будущие всеобъемлющие конвенции о борьбе с информационной преступностью, которая разрабатывается в рамках спецкомитета. Где тут демократия? Где же здесь те самые права и свободы людей, о которых они талдычат на международных мероприятиях, которые созывают под собственной эгидой? А дома что? И, кстати, это же не оппозиционная Байдену партия или группа в соответствующих органах власти делает. Это его администрация стоит за подобными вещами. Идем дальше. Посмотрите, что творится с демократией, которая уже на европейском континенте разваливается под не просто взором, а при непосредственном управлении этими процессами со стороны США. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня. В этой связи особую важность приобретает вопрос прозрачности, подотчетности и добросовестности конкретных политических фигур в руководстве Европейского Союза. Это та самая демократия, которой западники учат сейчас в Сеуле весь мир. Речь идет о коммерческих сделках Еврокомиссии с ведущими западными фармацевтическими компаниями, в том числе американскими Pfizer, которые разработали одну из вакцин от COVID-19. Его доходы, напомню, резко возросли. Еврокомиссия потратила 71 миллиард евро для закупки 6,5 миллиардов доз препаратов. В декабре 2023 года страны Евросоюза уничтожили по меньшей мере 215 миллионов доз вакцин против COVID-19 стоимостью 4 миллиарда евро. Из-за многоточия, восклицательный знак, фанфары, ненадобности. Ненужные вакцины оказались на свалках по всему континенту, а попытки передать излишки третьим странам стали затруднительными из-за падения спроса и проблем с логистикой, как было сказано. О чем это говорит? Да о том, что никто никогда не проверит, сколько доз этой самой вакцины от COVID-19, которая была поставлена Pfizer за беснословные деньги и пролоббирована Урсулой фон дер Ляйен, будет утилизирована на свалках, никто не сможет посчитать. Никто никогда не узнает, сколько было закуплено, потому что сейчас это все будет списано, как уничтоженное. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказывала непосредственное влияние на переговорный процесс с целью закупки практически двух миллиардов доз вакцин для нужд, как она формулировала Европейского Союза. Условия самого крупного из заключенных Еврокомиссии контрактов согласовывались Урсулой фон дер Ляйен с главой американской компании Pfizer Альбертом Бурлой лично по СМС без свидетелей. Вот вам демократия. Нормально? Сидят два человека на двух разных континентах, представляющие, кстати говоря, разные народы и не спрашивая людей. Так, по СМС задают вопрос. На сколько? На миллиардов семьдесят возьмете у нас этих самых препаратов? Из другого континента? Да, нормально, возьмем. Можно даже чуть побольше. Можно и на семьдесят один миллиардов евро. Присылайте. Оттуда другая СМСка. Вы точно все сможете, так сказать, объяснить своим людям? А там ответ от Урсула фон дер Ляйен. Да, кто людей будет спрашивать? Просто когда придут проверять, соответствует это все параметрам или нет? Ну, я просто все это и утилизирую. Я думаю, Файзер наверняка написал, а точно получится? Что ему сказала Урсула? Я-я, присылайте. Я отправила перевод. Мне просто интересно, переводы семьдесят одного миллиарда евро тоже шли по телефону? Скинь говорит Урсула мне семьдесят один миллиард на телефон евро. Это просто фантасмагорическая история про то, как в одну и ту же секунду времени, если мы берем исторический масштаб, происходит учение демократическим процессам, в которых принимают те, кто вот так вот обманывает своих собственных граждан, заключая чудовищные сделки, абсолютно непрозрачные, которые потом буквально прячут как концы в воду для того, чтобы уйти от какой-либо ответственности перед своим народом или народами, как в случае с Урсулой фон дер Ляйен. Глава, как я уже сказала, Еврокомиссии все это делала тайно, никаких отчетностей никому не предоставляло, никаких привлечений совместной переговорной группы экспертов тоже не было даже в помине, а это противоречит правилам Еврокомиссии. Количество закупаемых вакцин значительно превысило потребности стран Евросоюза. Это было сразу понятно. Численность населения Европейского Союза в 2021 году составляла 443 миллиона граждан. Офис генерального прокурора ЕС подтвердил, что было инициировано расследование по приобретению вакцин против коронавируса в ЕС. Однако, теперь внимание, административное расследование даже в случае выявления проблем ничего не меняет. Судебное разбирательство или затягиваются, или просто им не дают вход. Это вот и есть западная демократия. Договоры о закупке вакцин изначально были составлены с явным перекосом в пользу интересов фарминдустрии, а страны-члены Европейского Союза бессильно изменить их условия, кабальные условия. Несмотря на отсутствие спроса в странах Европейского Союза, поставки вакцин Pfizer продолжатся, теперь внимание, до 2027 года. То есть они будут поставлять Европейскому Союзу, а те будут утилизировать. Опять Pfizer будет поставлять свои вакцины, а Европейский Союз будет утилизировать и обратно отправлять в американскую компанию деньги. Урсула фон дер Ляйен отказалась обнародовать переписку с главой Pfizer. Я хотел бы напомнить, что Еврокомиссия имеет юридическое обязательство обнародовать сообщения, которые могут содержать информацию о сделках блока по закупке вакцин от COVID-19 на миллиарды евро. Усилия евродепутатов, правозащитных непрестных организаций, которые пытались ознакомиться с условиями не отредактированных версий вакцинных контрактов и придать огласке результатов, никаких не дали. Я не знаю, об этом в Сеуле Соединенные Штаты в качестве примера рассказывали, сомневаюсь. Суд Европейского Союза не счел интерес третьих лиц к данному делу обоснованным. Такое впечатление, что, так сказать, в сделке участвовали только двое. Представитель Pfizer и Урсула фон дер Ляйен. Она покупала эти препараты и сама, видимо, кололась. Поэтому третьи стороны к этому отношения не имеют. Как-то не имеют. Это все делалось именно в интересах, как говорилось Урсула фон дер Ляйен, третьих лиц народов стран Европейского Союза. А оказывается, теперь они даже вопрос задать не могут. Как безосновательные были отклонены прямые жалобы бельгийского правозащитника адвоката Бальдана в суд ЕС на действия Европейской комиссии и ее главы при закупке вакцин. Адвокат потребовал приостановить полномочия всего нынешнего состава Еврокомиссии за нарушение норм общественной нравственности, принципов добросовестного управления и подрыв доверия европейских граждан. Все это не помешало Урсуле фон дер Ляйен повторно баллотироваться на пост главы Европейской комиссии. А 7 марта Европейская народная партия поддержала это решение и выдвинула фон дер Ляйен в качестве своего официального кандидата. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что западники просто утратили связь с реальностью. Бесконечно всех учат демократии, при этом ни один из институтов той самой демократии у них у самих вообще не работает. Пожалуйста, еще пример приведу. Вот, например, прошел Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Что сделали так называемые цивилизованные демократии? Они начали запугивать участников из своих стран, которые вернулись радостные, счастливые после этого фестиваля, встретив огромное количество друзей, единомышленников, коллег. Русофобские настроенные в Европе, в Евросоюзе силы пытаются буквально их травить, этих участников фестиваля. Поступают сигналы об угрозах в адрес отдельных граждан, которые принимали участие в форуме в Сириусе 2-6 марта. Вот в Словакии развернулась кампания по дискредитации участников фестиваля. Из 35 человек, которые посетили мероприятие, 8 названы поименно в словацких средствах массовой информации. Они получают оскорбления, анонимные письма. В местных социальных сетях разлетелся ролик, в котором украинские неонацисты обращаются с угрозами в адрес участников Всемирного фестиваля молодежи. В Сеуле американцы приводили это в качестве примера достижений собственных западных демократий. Мы считаем недопустимым, что молодые люди, которые приняли участие в мероприятии, подвергаются давлению со стороны политических кругов и средств массовой информации в недружных государствах. Несмотря на предвзятое отношение к фестивалю со стороны западных элит, праздник молодежи, праздник дружбы прошел, по-моему, на просто каком-то высочайшем уровне. Это неоднократно отмечалось представителями различных стран. Этот фестиваль подарил массу положительных эмоций нашим гражданам, участвующим в фестивале, иностранным гостям и внес вклад в развитие международного молодежного сотрудничества, вопреки тем новым разделительным линиям, которые Запад пытается сложить из остатков собственной демократии. Хотите исторические примеры их западной демократии? У меня тоже они есть. 25 лет назад НАТОвская авиация продемонстрировала всему миру, что на деле означает гуманитарные интервенции, что такое есть американская демократия. Именно этот термин использовался руководством США и НАТО для нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам Союзной Республики и Югославия. Руководство в целях сохранения единственной страны было вынуждено вести вооруженную борьбу с сепаратистами. За 11 недель, начиная с 24 марта 1999 года по суверенной Европейской Республике было выпущено 3000 крылатых ракет, сброшено 80 тысяч тонн авиационных бомб, включая кассетные снаряды и боеприпасы с обедненным ураном, которые сейчас применяются уже в нашем регионе. По оценкам сербских властей, за время варварских бомбардировок погибли порядка 2500 человек, в том числе 89 детей. Это за 11 недель 89 детей. Ранение получили 12,5 тысяч жителей республики, разрушено 1500 населенных пунктов. Материальный ущерб, по некоторым данным, был оценен в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов США. Знаете, пару лет назад у меня была возможность проехать на машине по Сербии. Я принимала участие в одном из фестивалей, который проходил в сербском городе. Дорога заняла несколько часов. Ехали на автомобиле, видели дома, которые стоят сейчас. Современной Сербии, сегодняшней, развитой, развивающейся, современной, дружелюбной, миролюбивой. Эти дороги и эти дома, эти здания не только в центре Белграда, но и по всей стране помнят ужасы не только той бомбардировки, но и вообще того, что творилось на Балканах с подачи западников в 90-е. Военная операция США и НАТО в отношении Белграда была, конечно, предпринята без одобрения Совета безопасности ООН под предлогом голословных обвинений властей Союзной Республики Югославия в проведении так называемых этнических чисток в косовской автономии, якобы спровоцировавших в регионе гуманитарную катастрофу. Россия изначально осудила военную операцию НАТО в отношении Югославии, расценивая данный акт как грубейшее нарушение норм международного права. По словам Евгения Максимовича Примакова, который занимал тогда пост председателя правительства Российской Федерации, это был, прямая цитата, не просто агрессивный удар по какой-то стране, это удар по всему миропорядку, который установился после Второй мировой войны. Расскажут сейчас в Сеуле американские представители, как они с демократией на европейском континенте управились 25 лет назад. Хоть одну секцию они этому посвятили. Рассказали они странам из АТР, какими методами они обычно устанавливают демократию в тех странах, которые выбрали в качестве своих экспериментов. Нет, они этого не сделали. Март самый трагический месяц в новейшей истории Сербии. 17 марта исполнилось 20 лет с одни этнических погромов в автономном крае Косово и Метохии, это республика Сербия. Этот день не только одна из самых трагических страниц в новейшей истории сербского края, но и одно из самых грозных проявлений межэтнического насилия и религиозного нетерпимости в послевоенной истории Европы. Жертвами погромов стали мирные жители сербской и других неалбанских национальностей, которые проживали в регионе. Как всегда, удар наносился по самому чувствительному, исторической памяти сербского народа, который веками жил в Косово. Целью вандалов были кладбище, древние храмы, монастыри, святыни сербского православия, ценнейшие памятники истории и культуры мирового значения XII-XIV веков. Многие из них находились в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Под угрозой оказалась большая часть неалбанского населения края, которые недвусмысленно ставили перед выбором или подвергнуться истреблению, или покинуть свои исторические земли. Созданные НАТО силы для Косово почти никакого противодействия разгола насилия по большому счету не оказали. На протяжении нескольких дней боевики, ведомые иностранными так называемыми инструкторами, при молчаливом одобрении Европейского Союза США, прикрываясь некой, как они формулировали, это защитой угнетенного мирного албанского населения Косово. Это при том, что численность албанцев в разы превышала сербов. Грабили, убивали. Мартовский погром сербов Косово и Метохи стал кульминацией страданий сербов за предыдущие 6 лет. О событиях 17-18 марта 2004 года подробно рассказывает подготовленный государственным радио и телевидим Сербии к 20-летию погромов документальный фильм. Мы в тексте брифинга обязательно расположим ссылку на этот материал. Главная цель, которую преследовали организаторы погромов и числа радикалов, изгнать сербов из Косово и Метохи, буквально стереть все материальные свидетельства их проживания. Тем самым готовилась почва для последующего одностороннего провозглашения властями в Приштине, так называемой независимости от Сербии. За два дня 19 человек было убито, почти тысячи человек получили ранения. Край покинуло более 4 тысяч человек. Многие пропали без вести. 6 городов и 9 деревень были полностью очищены от сербского и прочего неалбанского населения. Было взорвано более 30 православных храмов. Разорено более 40 православных кладбищ. И это все под приглядом тех, кто называют себя цивилизованными. Несмотря на многочисленные обращения в международные судебные инстанции за эти преступления, так никто и не ответил. Как мы видим, с молчаливого одобрения западных кураторов власти в Приштине сегодня продолжают методичную политику по выдавливанию сербов из Косово. Буквально ставят под угрозу выживание сохранившиеся в крае сербские муниципалитеты. Россия никогда не забудет, что Косово это территория Сербии. И кстати, сюда же добавлю, и молдавский язык есть. Потому что это та же самая политика западников по переписыванию этнической принадлежности, культурной идентичности людей. Это и есть. Мы не говорим юридическим языком высоких резолюций, но в том понимании, которым это знают все люди. Это и есть геноцид, когда людей заставляют отказываться от того, что всегда было их культурной идентичностью. То, что они отстаивали поколением. Язык, история, культура. Мы будем продолжать оказывать Белграду поддержку в его законных требованиях по отстаиванию прав проживающих в крае сербов, защите их жизни и достоинства. Будущего без прошлого не бывает. И вот, кстати, еще о демократии, прошлом и будущем. 12-14 марта в британской прессе появились публикации, которые посвящены судьбам полумиллиона индийцев, которые были вывезены в страны Карибского региона на замену африканским невольникам. В историографии они известны как кули. Хотя теперь это понятие бывшие западноевропейские, в частности британские эксплуататоры, стыдливо избегают. Они считают его оскорбительным. Формально они являлись наебными работниками. На деле же втягивались в кабальные отношения буквально обманом. Попав в невыносимые условия труда, были ограничены в правах и, в принципе, мало чем отличались от рабов. В подавляющем большинстве случаев 90%, вопреки договоренностям, они так и не получили плату за свою работу и не смогли вернуться на родину по завершению так называемых контрактов. В принципе, сегодня все это называется трафикингом, то есть незаконным перемещением лиц, которых удерживают, и с целью продажи их в современное рабство. Тогда это все было в рамках, как они называют это правил. Защитой интересов этой категории индийцев в молодости занимался Ганди. Инициатором нынешней компании выступает Гаяна, где более 40% населения это потомки тех самых людей, которых с 1838 года ввозили из Индии с 1853 года из Китая. В интервью Дели Телеграф президент страны Али напомнил о зверствах британских эксплуататоров и призвал признать причастность к историческим ошибкам. Как сообщают средства массовой информации, по инициативе Гаяны планируется учредить специальную комиссию, которая будет изучать причиненные эксплуататорами ущерб, определять его денежный эквивалент, прорабатывать механизмы получения компенсаций. Планируется, что эта тема будет вынесена на обсуждение региональной объединения стран Карибского бассейна, Карибского сообщества. В 2014 году организация уже направляла бывшим колониальным державам предложение по вылупе компенсации. Это план регионального правосудия. Однако тогда демократические, западные и европейские столицы эти призывы высокомерно проигнорировали. Лондон идеей компенсации жертвам колониализма традиционно отвергает, пытается ограничиться полумерами. Вот, например, церковь Англии планирует расширить ранее анонсированный фонд помощи странам, пострадавшим от невольничества. Делать это предлагается за счет частных и корпоративных пожертвований. При этом британские монархи, которые являются номинальными главами церкви Англии, хотя и осуждают позорные страницы колониального прошлого своей страны, но никогда не выражают сожалений по поводу ключевой роли королевской семьи Британии в системе английского рабства. Отвергают идеи выплаты компенсации жертвам колониализма и в британском правительстве. Вот 2015 год. Свою убытность премьер-министром Британии об этом говорил нынешний минодел Дэвид Кэмерон, среди предков которого было немало рабовладельцев. Нынешний глава британского Кабмина Жесунак и вовсе отказался извиняться за роль Лондона в работорговле. Зато в отношении той же Гаяны и в целом стран Карибского бассейна демонстрируют неоколониальные подходы, отправив якобы под предлогом защиты суверенитета страны от соседней Венесуэлы в конце декабря 2023 года патрульный корабль. Лондон раз за разом игнорирует нелицеприятные наследия своего колониального прошлого. Мы призываем британские власти перестать прикрывать высокопарной риторикой преступления того времени и британский правящий класс обязан предпринять практические шаги по выплате компенсации потомках пострадавших от работорговли и принести наконец извинения народам мира за жестокое обращение. Путь этот нелегкий, но сделать это Лондону необходимо. Я понимаю, у них сейчас на повестке поиски пропавшей принцессы. Как найдут, сразу, я думаю, приступят. Ну и еще одна важнейшая историческая дата. 17 марта отмечалась знаменательная для молдавского народа годовщина. В этот день ровно 80 лет назад началось освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. В ходе Уманско-Баташанской операции войска 2-го Украинского фронта за несколько дней, преодолев расстояние более 130 километров, вышли к гнестру и в районе города Емполи 17 марта 1944 года бойцы Красной армии форсировали реку и к концу следующего дня освободили более 40 населенных пунктов правобережья, в том числе город Сороки. В дальнейшем части 2-го Украинского фронта развили наступление на Бельце и 26 марта вышли государственные границы Советского Союза, это река Пруд. Тем самым были созданы стратегические предпосылки для яско-кишиневской операции, в ходе которой территория Молдавии была полностью очищена от врага. Одним из первых бойцов, выступивших, даже лучше сказать, оказавшихся на молдавской земле в районе села Касауца был рядовой мотострелковый батальон Александр Чупров. 17 марта 1944 года под сильным пулеметным огнем он переправился через Днестр, уничтожил расчеты станкового пулемета и противотанковые пушки, а также 8 вражеских автоматчиков. Этим он способствовал закреплению своего подразделения на прибрежном плацдарме. В общей сложности более десятка советских солдат и офицеров, которые участвовали в форсировании Днестра, были удостоены звания Героя Советского Союза. Сотни бойцов были отмечены орденами и медалями. В честь воинов-освободителей на бывшем плацдарме в селе Касауце установлен обелиск с мраморным мемориальным постаментом, плитами, а также памятник 40 сельчанам, которые не вернулись с фронта. К сожалению, сегодня официальный Кишинев, слепо следуя русофобскому курсу коллективного Запада, предпринимает попытки переписывания истории. Это сопровождается актами вандализма в отношении советских воинских памятников со стороны экстремистских сил. По сути, это все поощряется властями. К счастью, молдавские граждане помнят, чтят подвиги воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны. И большую роль в сохранении мемориального наследия играют волонтеры, активисты, которые собственными силами восстанавливают пострадавшие монументы, проводят акции, которые приурочены к памятным датам военных лет. Хотелось бы выразить им искреннюю признательность за эту важнейшую, общую и такую необходимую работу. Мы убеждены, что попытки стереть память о беспримерном подвиге советских воинов, освободивших Молдавию от нацистского рабства, вречены на провал. Я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли международная жизнь? Здравствуйте, Мария Владимировна. У меня следующие вопросы. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предлагает Москве и Пекину начать переговоры по контролю над вооружениями без предварительных условий. Готова ли Россия сесть за стол переговоров для формирования новой архитектуры безопасности без условий? Или же, скажем так, при нынешней острой геополитической конфронтации с Соединенными Штатами это просто невозможно? Вы знаете, наша позиция на этот счет неоднократно озвучивалась. Она неизменна. Вопросы безопасности и стабильности мы готовы обсуждать только в едином комплексе с акцентом на те аспекты, которые прямо затрагивают интересы безопасности нашей страны. Покажи нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересует Вашингтон. Второй момент. Вы процитировали Паспреда США при ООН. Ей был дан ответ российскими представителями при этой организации. И третье. Вы знаете, мы сейчас и, собственно говоря, наши представители в Совбезе оперируем формулировками международно-правовыми, которые, наверное, не так понятны широкой общественности. А давайте все-таки мы скажем простыми русскими словами. А как можно обсуждать вопросы контроля над вооружениями со страной, которая не может проконтролировать, куда направила вооружение, помогая киевскому режиму? Вы представляете, Вашингтон вознамерился контролировать вооружение в глобальном масштабе. У них комиссия сейчас на Украине работает, которая не может понять, куда делось вооружение и деньги, на которые это вооружение должно было быть закуплено, в поддержку Зеленского. Вы понимаете, о чем идет речь? Они пусть сначала научатся свое контролировать. И ведь их американское оружие расползается через те точки, куда они его поставляют бесконтрольно по всему миру. Всплывает уже на черных рынках Европейского Союза, дошло уже до зоны ближневосточного конфликта. И эти данные теперь уже не могут не замечать даже американские журналисты. Мы сегодня их статьи цитировали на этот счет, и эти статьи уже появлялись. Так наличие самой официальной комиссии по линии их оборонного комплекса законодателей кричит само за себя, не говорит даже уже о том, что они утратили контроль даже над тем, что можно измерить в штуках, единицах, ящиках и так далее. То, что можно посчитать. А они уже опять начинают лезться опять своими глобальными представлениями о том, как они будут управлять всем миром, не привлекая внимания санитаров. Сначала научиться они должны контролировать свои вот такие, назовем это при всех их огромных масштабах, но точечные поставки, когда они хотя бы знают людей, к которым это все направляется. У них там вся Украина в их собственных инструкторах, инспекторах, каких-то представителей спецслужб и посредственно американских военных. Туда глава Пентагона ездит, пока вот в больницу не слег, буквально каждый месяц туда направлялся. И то они утратили контроль над собственными поставками вооружений. Вот с чего надо начинать. Нужно хотя бы понять, как они из этой ситуации выйдут. Я понимаю, что они сейчас будут делать. Они это как-то спишут. Они под, так сказать, выборными делами заметут это, как всегда они делали под ковер. Они опять все это перевалят там на следующую администрацию и скажут, что это было до выборов, а потом после выборов уже все будет по-другому, никто ничего не знает, поменяются люди. Вон уже побежали с этого тонущего корабля Нуланд и вся остальная команда. Это так и будет сделано, как они всегда делают. Но вот на этом конкретном примере все должны понимать и видеть, как в Соединенных Штатах осуществляется в принципе контроль, а лучше сказать, не осуществляется. Поэтому вот это бытовой пример, я бы так сказала. Пусть он и конкретный, пусть он основан на фактах, но он такой, знаете, простенький. Но с этим примером тоже что-то надо делать. Если они смогут хотя бы на этом примере показать свою внутриамериканскую ответственность и ответственное поведение хотя бы перед своими налогоплательщиками, перед своими гражданами, тогда и будут хотя бы иметь возможность заикаться относительно того, что требуют от других стран в глобальном масштабе. Вот конкретный, как они любят говорить, кейс для них. Пусть справятся хотя бы с этим. Спасибо большое. Второй вопрос. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, а также многие европейские политики, в том числе Жизет Бораль, заявил, что заявили коллективно, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза приняли, подчеркну, политическое и юридическое решение передачи Украине процентов от замороженных российских активов. Сообщается, что 90% пойдет на военные нужды, 10% фонды мира европейские. Как бы вы могли прокомментировать такую эскалацию, скажем так, вокруг замороженных на Западе российских активов? Неоднократно это комментировали. Это прямой бандитизм, воровство. Эти действия являются, если говорить юридическим языком, грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушениям базовых международных норм, мы говорили о том, что будем отвечать, так это и будет. Поэтому неоднократно уже давали характеристику подобным преступным действиям Запада. Спасибо большое. С нами, Лея, вам спасибо. РИА Новости. Мария Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте. У нас три вопроса. Первый вопрос. В Генсе, все дела с Азербайджаном, Грузией, Арменией. Как бы вы могли прокомментировать его турне по Южному Кавказу? Может ли этот визит запустить новый виток эскалации напряженности между Баку и Риваном, особенно на фоне вчерашнего высказывания Пашиняна о угрозе начала войны с Азербайджаном? Вы знаете, это очередная попытка, или, я бы сказала, очередное проявление попытки затянуть Республики Южного Кавказа в зону евроатлантического влияния. Они предпринимаются и натовцами, и странами, членами индивидуально давно и систематично. Недавний визит натовского чиновника такого уровня подтверждает то, что эта активность на этом направлении, она возросла, возросла кратно. В чем проблема, в чем суть? А суть в том, что проблем вроде как стало меньше на Южном Кавказе, а кого на Западе это может удовлетворить, кому на Западе это может понравиться. Западникам не дает покоя сам факт наличия взаимодействия этих государств и друг с другом, которая начинала уже выстраиваться в русле приближения к мирным договоренностям. Западников не устраивает сам факт общения этих государств с Россией равноправного, взаимоуважительного и нацеленного на глобальный мир в регионе. Отсюда непрекращающиеся попытки НАТО и припнувшего к ней Евросоюза стимулировать разрыв отношений к государству региона и друг с другом, и с Москвой, обострить обстановку по периметру наших южных рубежей. Конечно, есть и задача максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион. Те договоренности, которые были достигнуты при посредничестве России, буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога по-настоящему к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов. Я хотел бы напомнить, что на последнем НАТОвском саммите в июле 2023 года в Вильнюсе вновь была подтверждена принятая в 2008 году формула о том, что Грузия станет членом альянса. Активно идет навязывание Тбилиси и коалиционных стандартов с целью установления контроля над секторами обороны и безопасности этой бывшей Советской Республики. В последнее время заметно активизировались западные эмиссары на армянском направлении. В частности, они проталкивают программу «Индивидуально адаптированное партнерство Армения-НАТО». Их усилия направлены на дискредитацию связи Еревана с Москвой, в идеале на полное сворачивание наших контактов. Они, западники, этого вообще не скрывают. Теперь пытаются вбить в клин наши партнерские отношения с Баку. То есть у них широкий фронт целей и задач. И очевидно, что НАТО не заинтересован, я имею в виду как блок стабильности, безопасности на Южном Кавказе. В чем Вашингтон и его стеллиты реально поднаторели? Это в насаждении в странах региона антироссийского нарратива, привнесении хаоса, напряженности. Ну то, что они действительно умеют и любят делать. Вмешать своего блока в региональные дела приведет лишь к дестабилизации без того непростой ситуации. И усилия таких, так называемых, помощников вряд ли отвечают интересам живущих на Южном Кавказе народов. Второй вопрос. Вчера СМИ сообщили, что карты российской платежной системы МИР перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении с 30 марта. Как бы Вы могли прокомментировать такое решение? Да, мы видели это сообщение и видели соответствующие разъяснения армянской стороны. Это требует дополнительного уточнения, чем наши ведомства сейчас и занимаются. Ведомство профильное и в целом правительство. И заключительный вопрос. Как бы Вы могли прокомментировать резкие высказывания политиков Евросоюза относительно легитимности и прозрачности выборов в России? Вот в частности, Европейский Союз выразил недовольство выборами в России. И о главе дипломатии Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы прошли в ограниченной политической обстановке. Ну, мне кажется, что уже мы говорили, есть прекрасная фраза, кто как обзывается, кто сам и обзывается. Вот он сам, наверное, и ограничен. И причем это, знаете, я с опорой на него ограничен рамками своего цветущего сада. Вы знаете, это было трехдневное голосование. Оно прошло в полном соответствии с российскими законами. И при этом в соответствии с теми стандартами, которые были выработаны мировым опытом. Хотя, еще раз говорю, этой стандартизации даже нет в международных организациях, которые себя вроде наделили функциями глобального наблюдения за всеми выборами, в частности, ОБДИП, ЧУБСЕ. Но так стандартов они и не выработали. Но так или иначе, еще раз говорю, для нас является принципиально важным соблюдение российского законодательства, но при этом и международный опыт также учитывается. Все было в полном соответствии и с первым, и со вторым. Иностранные представители присутствовали на избирательных участках в виде наблюдателей. Вы могли видеть это воочию сами. Мне кажется, Центральная избирательная комиссия буквально в прямом эфире выступала в качестве средства массовой информации и коммуникации для всего мира по всем вопросам в эти дни. И, кстати говоря, не только в эти дни, но и задолго до. Я хотела бы напомнить, что легитимность выборов определяется волеизъявлением избирателя. Явка была рекордной. Цифры были все озвучены. Центральная избирательная комиссия по явке. Что касается окончательного подведения итогов, оно состоится, как я уже сказала, завтра. Сделает это представитель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. Все, кто выражал какие-то сомнения на Западе, могут опять же в прямом эфире все это посмотреть. Я не знаю, что они ставят в качестве основной претензии. Они видели очередь, они видели людей, они могли разговаривать с людьми, делать это сами через средства массовой информации. Хотели бы направить, я не знаю, какие-то... Слушайте, их послы не могут прийти в Министерство иностранных дел России не потому, что МИД России их отодвигает от этого взаимодействия, а потому, что они получают крик, окрик и понукание из Брюсселя не ходить. И после этого Брюссель говорит о какой-то там несвободе, непрозрачности и несоответствии. Они даже собственных дипломатов уже, так сказать, вывели из-под зоны законности и профессионализма, что ставят полностью крест на каких-либо их комментариях о соответствии или соответствии кого-то чему-то. Теперь по поводу непосредственно заявления представителей Евросоюза о выборах. Мне кажется, это как раз вот из разряда неспособности, не то что отсутствия собственных возможностей, а неспособности проявить свой суверенитет. Вот посмотрите, как интересно. В воскресенье вечером еще избирательные участки многие не закрылись, а западники, я имею в виду Западную Европу и непосредственно Брюссель начали уже что-то там такое нести по поводу того, что им наши выборы не понравились. Когда вот эти заявления Евросоюза, причем зачитанные буквально по методичке, мы же отслеживаем это, одинаково зачитанные и с одинаковыми словами прошли, тут включились Соединенные Штаты Америки, которые, кстати говоря, сделали упор на том, о чем говорили мы, на реальности. Сказали, что это реальность и это избранный президент Российской Федерации. То есть, таким образом, речь идет о том, что Европейский Союз используется в качестве, к сожалению, американского полезного идиота в разжигании и реализации русофобского курса. И вот такие люди, как Боррель, Урсула фон дер Ляйн, они выступают в этом качестве регулярно. Кто им делегировал из народа Европейского Союза, народов, людей, которые живут в этих странах, подобные полномочия, никто. Откуда у них права говорить за все страны Европейского Союза? Вот в такой тональности, неизвестно. Но они это делают. При этом они аффилированы, очевидно, с Вашингтоном. И вот сегодня о связи Хурсула фон дер Ляйн с американскими фармкомпаниями я говорила достаточно. Цифры прозвучали внушительно, и вы понимаете, кто зачем там стоит. Поэтому, к сожалению, это еще одно проявление того, как под напором Вашингтона Европейский Союз утратил и свою самостоятельность, утратил свою на самом деле в общем-то в международных делах роль и значимость. А, к сожалению, частично утратил и какое-то здравое восприятие реальности. По-моему, это можно также еще и объяснить банальной завистью того, что все их усилия пошли прахом. Экономические показатели России стабильны. Их экономические показатели от их же собственных действий против России просели. Никто не знает, как выходить из этих кризисов в экономиках Западной Европы, которые переходят в стагнацию, в рецессию. Мне кажется, возможно, это еще такая бессильная злоба от того, что они утратили связи с Россией, которые обеспечивали им благополучие, благосостояние, перспективу развития. Вот, понимаете, и, помимо всего прочего, желание найти того, кто виновен в их собственных бедах, а не признать свое собственное, такое, знаете, настоящее ментальное поражение, видимо, не в состоянии. А им нужно найти, кто в этом виноват. Кто виноват в том, что они не додумали, что они навредили себе сами, пошли не по тому пути. И вот они ищут бесконечно виновных. Но им надо просто зеркало купить, и тогда многое станет проще. Спасибо большое. Вам спасибо. Так, с нами Ли, телеканал Rush Today. Rush Today всегда с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже вопрос по выборам, в частности, в Молдавии. Мы знаем, 18 марта президент страны сказал, что о свободных выборах в России речи идти не может, мол, там у нас оппонентов исключают, из-за репрессий никто говорить не может и так далее. И, кроме того, 19 марта объявили персоной Нонграда дипломата нашего посольства в Кишиневе за то, что в Приднестровье было организовано голосование выборов президента. Я могу привести вам беспрецедентный случай отхода демократии в ходе реализации электоральных процедур. Вот буквально, действительно, вопиющий случай. Менее чем за двое суток до проведения всеобщих местных выборов власти в чрезвычайном порядке перекроили избирательное законодательство для снятия с пробега неудобных конкурентов. В результате 100, даже более 100 оппозиционных кандидатов остались за бортом избирательной гонки. Ну, разве так проходят свободные и честные выборы? Разве может идти речь, как говорит Майя Санду, о свободных и честных выборах, когда оппонентов исключают из гонки, когда проводятся репрессии, когда люди боятся говорить, а от свободной прессы ничего не осталось? Ну, конечно, все это является, приведенное мною, доказательством ее слов, только за одним исключением. Речь не о России, а о Молдавии. Я вам сейчас привела случай от ноября 2023 года. Извините, 4-5 месяцев назад именно в Молдавии под руководством Санду произошло снятие кандидатов с пробега, репрессии, запугивание людей, извращение демократических процедур и что там еще отход от свободных и честных выборов. Это про них. Это она про себя сказала. Она сказала ровно то, что происходит под ее руководством в ее стране. Хотя я не могу сказать Молдавию, ее страну, но все-таки еще паспорт Румынии. И она ведет дело именно к румынизации молдавского общества и государственности. Я теперь про репрессии отдельно хотела бы сказать. Молдавская оппозиция находится под жестоким прессингом со стороны правоохранных органов этого государства. 26 января текущего года Служба информации и безопасности Молдавии утвердила список из 530 физических и юридических лиц, в отношении которых госструктурам и финансовым институтам предписано применять дополнительные мониторинговые ограничительные меры. В число неблагонадежных попали видные представители оппозиции. Какие еще вопросы? Это она про себя говорила, когда я упомянула о репрессиях. Появляются рассуждения о возможности привлечения к уголовной ответственности за антигосударственные действия молдавских политиков, которые посещали Россию. Вот это репрессии. Показательно, что после поиски в Россию главы Гагаузи Евгения Гуцул на нее начали навешивать ярлык, как там ее назвали, проводника интересов Кремля. А ряд молдавских делегатов Всемирного фестиваля молодежи в Сочи по возвращении в Кишинев были подвергнуты унизительной процедуре 8-часового допроса. Что там Санду говорила? От свободной прессы ничего не осталось. Люди боятся говорить. Наконец, давайте о свободной прессе. В Молдавии проведена тотальная зачистка информационного пространства от независимых, прежде всего, русскоязычных средств массовой информации. Смотря на отмену в конце 1923 года режима чрезвычайного положения, власти не спешат отзывать запрет на вещание русскоязычных телеканалов, лицензии которых были отозваны в 1922-1923 году. Действующие русскоязычные СМИ подвергаются штрафным санкциям, их сотрудники давлению и высылке со стороны властей. А для контроля над СМИ был создан отдельный государственный орган, центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией. Стратегическая коммуникация, чтобы было понятно, называется на Западе то, что раньше называлось пропагандой. Вот, собственно говоря, что хочется сказать в связи с заявлениями САНДО. А по высылке, ну, так это понятно, это очевидно. Данное решение официального Кишинева является частью антироссийской кампании, направленной на полное разрушение российско-молдавских отношений. Сведение счетов с проживающими в Приднестровье российскими гражданами, я бы и так это квалифицировала, потому что им была предоставлена возможность осуществить воле и заявление на выборах президента Российской Федерации. Конституционное право. В Молдавии проживает около 250 тысяч российских граждан, из них порядка 220 тысяч на левом берегу Днестра. 17 марта на левобережье отдали голоса свыше 46 тысяч человек. И если бы там не были открыты избирательные участки, наши сограждане были бы лишены возможности реализовать одно из основополагающих прав человека, избирательное в рамках демократии. Возможно, это совместимо, конечно, с точки зрения Сандо, с порядком, основанным на правилах, но это к демократии не имеет никакого отношения, а для нас это важно. И, как вы понимаете, мы, безусловно, дадим на это соответствующий ответ. Если все, идем дальше. С нами Лия, The Moscow Post. Здравствуйте. У нас сегодня два вопроса. Здравствуйте. И первый. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты и председатель российской части делового совета БРИКС, дал интервью. Было отмечено, что с 2024 года в БРИКС официально входят 10 государств. Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия. С членством Аргентины придется подождать? Или страна забросила свою заявку? Забрала? В декабре 2023 года президент Аргентины Хабьер Милей направил всем главам государств действующих членов объединения адресные послания, в которых сообщалось о пересмотре решения предыдущего правительства и неготовности новых властей Аргентины к вступлению в БРИКС. Если в какой-то момент Буэнос-Айрес пересмотрит это решение и вновь обратится готов, будем рассмотреть эту заявку с учетом мнения всех участников объединения. Спасибо. И второй вопрос. МИД России сделал заявление в связи с двухлетним возвращением Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Была выражена признательность гендиректору МАГАТЭ. Сам Гройси на встрече с президентом России назвал ситуацию с ядерной и физической безопасностью АЭС шаткой. В заявлении МИД отмечено, что задачей группы экспертов секретариата МАГАТЭ является предотвращение угроз, создаваемых киевским режимом безопасности станции. Означает ли это сам Гройси и эксперты МАГАТЭ поддерживают диалог с Киевом на предмет безопасности станции? Если поддерживают, то почему продолжаются обстрелы? И как все это соотносится с тем, что Совет управляющих МАГАТЭ потребовал ухода России с украинской ЗАЭС, предложил вернуть станцию под полный контроль капитетных украинских властей? В.ПУТИН. 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 В Административном районе Сенган, как говорят местные власти, близится к завершению. При этом соответствующие ведомства и даже отдельные члены Конгресса США, во-первых, дискредитируют это законодательство, как говорят в КНР, порочат также права человека, верховенство закона в Сенгане, требуют принятия законопроекта о санкциях, связанных с Сенганом, вмешиваясь таким образом в дела этого административного района. И хотелось бы знать, как вы можете оценить эти действия Вашингтона? Мы, во-первых, 12 марта уже опубликовали материал на этот счет. Я хотела бы повторить, что подобные действия США и их сателлитов являются очередным примером грубого вмешательства во внутренние дела КНР, проявлением политики двойных стандартов или разрушения каких-либо стандартов. Когда декларируемые некоторыми западными руководителями желание развивать уважительные и равноправные отношения с Пекином, на деле оборачиваются лицемерной необоснованной критикой законотворческих инициатив региональных властей Китая и реализуются на ряде других направлений. Очевидно, что для Вашингтона его союзников уже стало рутиной вмешиваться во внутренние дела КНР, включая и Гонконг, вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении своих множащихся внутренних проблем, в том числе и в законотворческой области. Ну и, по-моему, мне кажется, у американских центральных властей в Вашингтоне, федеральных властей должно сердце кровью обливаться от ситуации в том же самом Техасе, в ряде других крупных городах штатов, потому что ситуация там действительно деградирует по-настоящему. Это заброшенные города, это вымирающие города, это города, населенные целыми районами, людьми без особого места жительства, людьми наркозависимыми, которые буквально сами образуются, гетто. Это дисбаланс развития штатов, их негармоничное сосуществование внутри Соединенных Штатов Америки. У США не только на ниве демократии, свободы, прав человека, экономики, культуры проблемы. У них в том числе с государственным устройством эти проблемы уже накипели, им есть чем заняться. Почему они занимаются вопросами, связанными с внутренней жизнью Китая, совершенно непонятно. Кто им дал такое право? Вот это самый главный вопрос. Кто дал право им заниматься вмешательством в дела суверенных государств? Причем суверенных государств действительно по всей совокупности результатов деятельности, государства, которые не только находятся на самообеспечении, но и обеспечивают мир результатом своего труда, помогают миру в кризисной ситуации, приходят на помощь странам, народам, континентам, когда в том требуется помощь. Или индивидуально, инициативно ее предлагают. Почему, вот несмотря на это очень ответственное отношение к своей международной роли, целый ряд государств становится объектом вмешательства со стороны США, понять невозможно. Кроме как объяснить это гегемонизмом, бесконечно вызывающим в Вашингтоне зуд. Спасибо. И второй вопрос. На следующей неделе в Китае состоится Буловский азиатский форум. Его девиз в этот раз «Азия и мир» — общие вызовы, общая ответственность. В чем, по-вашему, актуальность нынешнего Буловского форума? Ну и какие вызовы Вы бы сейчас назвали наиболее актуальными в этом году как для Азии, так и для всего мира в целом? Это как раз с продолжением ответа на Ваш предыдущий вопрос. Эти все вызовы связаны с безответственным, разрушительным, агрессивными действиями Соединенных Штатов Америки. Попытки США и союзников распространить на этот регион свою блоковую, агрессивную диалогию в духе холодной войны, построение разделительных линий, создание условий для закрепления здесь присутствия НАТО. Это проявляется, в частности, и в экономической сфере. Все чаще вводятся односторонние санкции, запреты, стоп-листы, усиливается протекционизм, запущен процесс переформатирования цепочек поставок в режиме, который они называют «только для своих». Формируются закрытые пространства, партнерства, в которых политические соображения преобладают над экономикой. Соответственно, экономика просто убивается. Подобная логика прямо противоречит традиционной для Азии повестке торговой либерализации, открытости, инклюзивности. Не случайно так востребованы форматы, заинтересованные в неполитизированном диалоге по политическим, социально-экономическим вопросам. Среди них Азиатский форум Буао или Восточный экономический форум во Владивостоке. Для российской стороны такие форумы дают возможность обсудить с конструктивно настроенными представителями правительственных, деловых и экспертных кругов АТР текущее положение дел в экономике России, вопросы формирования новых логистических цепочек с российским участием, развитие торгово-экономических связей с ведущими азиатскими партнерами, в том числе с Китаем. Поделиться с коллегами информацией об укреплении интеграции в рамках ЕАЭС, включая сотрудничество Союза как с отдельными азиатскими странами, так и в контексте российских идей формирования большого евразийского партнерства. И в нынешнем заседании форума примет участие большая делегация из нашей страны. В ее состав войдут как представители правительства, так и академического сообщества. И, конечно, мы желаем китайским друзьям успешного проведения азиатского форума Буао. Большое спасибо. Вам спасибо. С нами Лирейтер. Мария Владимировна, добрый день. Да, здравствуйте. Мы с вами, у нас следующий вопрос. Наши источники на выходных сообщили о том, что компания SpaceX, Илона Маска, вместе с разведительным сообществом США создает сеть спутников под названием Space Shield, которая позволит американским военным и американской разведке получать информацию в режиме реального времени, фактически о любом объекте в любой точке земного шара. Соответственно, представитель структуры, которая занимается военно-космической разведкой в США, сказал уже по этому поводу, что это будет самая передовая, самая функциональная сеть подобного рода из тех, которые когда-либо создавались. Вот в этой связи видит ли Россия в подобных планах США создать подобную сеть угрозу для себя? И не намерена ли она как бы созывать обсуждение подобного рода проектов на площадках ООН для того, чтобы как-то прийти к общему консенсусу относительно возможностей их большого брата? Вы знаете, мы осведомлены об усилиях Вашингтона по пролечению частного сектора для обслуживания своих военно-космических амбиций. И мы неоднократно публично в информационной сфере и, конечно, работая с партнерами в международных площадках, площадках международных организаций, отмечали набирающие обороты крайне опасную тенденцию использования штатами, их союзниками, спутников и соответствующей наземной инфраструктуры, включая коммерческие системы гражданского назначения, такие как Starlink, для обеспечения разведывательной деятельности и боевых операций иностранных вооруженных сил, в том числе и вмешательства внутренних дел суверенных государств. Мы понимаем, что таким образом западные страны, я имею в виду, натовские страны, проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств, которые не вписываются в их миропорядок, основанный на правилах. Если говорить международно-правовым языком, то действительно создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной устойчивой космической деятельности. Это действительно очревато негативными последствиями для многочисленных социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий. Мы в данном случае не только говорим и обмениваемся мнениями с партнерами, мы еще и действуем в международно-правовой сфере. И в интересах привлечения внимания международного сообщества к авантюрным подобным шагам в космосе западников Российская Федерация внесла на рассмотрение Генассамблей проект резолюции «Космические наука и технологии для продвижения мира». Этот документ нацелен на формирование на межгосударственном уровне общего понимания недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия на геополитических оппонентов. Они становятся законной целью для ответных мер, включая ответные меры военного характера. Спасибо вам большое. Вам спасибо. С нами Лея Ньюсру. Да, Мария Владимировна, здравствуйте. Корпорация «Портал Ньюсру» приветствует вас. У нас к вам два вопроса. Первый вот такой. Получила ли Москва предложение Еревана по урегулированию вещания российских телеканалов в республике? Потому что о передаче такого документа сообщил министр армянский МСТР Айрапетян. И вот если документ передан, в чем заключается его предложение? На какой стадии находится решение этого вопроса? И возможно ли, гипотетически, или как-нибудь отключение российских телеканалов в Армении? Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу. У нас проходят консультации. Обмен мнениями не завершен. Мы получили наработки со стороны Еревана. Передали свои соображения. И находимся, как я уже сказала, в плотном контакте. Честно говоря, наша задача стоит в том, совместная в этом, мне кажется, заинтересованы обе стороны. Обе страны, народы наших стран, чтобы урегулировать все имеющиеся проблемные вопросы и снимать вообще нарождающиеся вопросы в таком взаимоуважительном ключе. Исходим из того, что именно на это и должны быть нацелены представители, которые участвуют в подобных контактах. Мы, со своей стороны, такой подход исповедуем. Но угрозы отключения нашего телевидения там нет? Я сказала, что мы делаем для того, чтобы даже гипотетически этого не было. Понятно. Так, хорошо. Вы поймите, мы все прекрасно помним, под какими лозунгами пришли представители нынешней официальной власти в Армении. Это были лозунги максимальной открытости, тотальной свободы, транспарентности, собственно говоря, и своей политической популярности они обязаны именно абсолютной открытости. Удивительно, что тогда нынешние власти критиковали предыдущие за некое, наверное, неполное соответствие высочайшим требованиям свободы слова. Я не берусь это обсуждать, но я помню, что это предъявлялось в качестве основной претензии. И, честно говоря, не хочется даже думать, что кто-нибудь из представителей нынешнего официального Еревана может пойти по стопам тех, кого критиковали, и пойти еще дальше, заняться отключением каналов, столь востребованных на территории своей страны. Вот, по-моему, основа свободы слова как раз заключается в сочетании доступности средств массовой информации, открытости и соблюдении законности. Здесь должен быть, вот в этой синергии нужно и находить соответствующую гармонию. Но я себе не могу представить, правда, сложно представить, чтобы люди, которые пришли именно под знаменами движения к еще большей демократичности, переступили через собственные же принципы и начали отключать телевизионные каналы или заниматься цензурой, не дай бог. Это даже себе сложно представить. Понятно. Спасибо. И вот второй вопрос у нас по европейской повестке. Сейчас, как известно, наш канцлер Германии Лена Шольца давит и коллеги по правящей коалиции и представители из оппозиции по вопросу отправки ракет Тауров на Украину. Как бы жмут его, чтобы он их отправил. Он пока отказывается, держится. И по свежим соцопросам большинство обычных рядовых немцев поддерживает именно Шольца, поддерживает отказ от поставок ракет. Вот как наш МИД может прокомментировать вот эту ситуацию расхождения чаяний рядовых немцев и канцлера и правящей коалиции, которая толкает Германию, скажем так, на военные шаги? Вы знаете, а это проблемы их, на мой взгляд, государственного политического устройства. Я не собираюсь давать им оценку. Я констатирую факт. В этом, наверное, есть некая тупиковость или проблематичность, потому что заявленные, так сказать, постулаты о демократии мы все слышали, а как на практике все это реализовывается, мы видим и как-то очевидно несоответствие. Дело в том, что, коль скоро они постоянно критикуют нашу систему, я все время отвечаю, у нас прямые выборы. У нас политики приходят на выборы со своими программами, предлагают их населению, и население выбирает, понимая и программу, и зная политического деятеля, за которого голосуют в лицо. Что касается Германии, вы же видите так называемая светофорная коалиция, которая, с одной стороны, была избрана людьми, которые делегировали и голосовали за определенную часть, за определенные программы, от которых, от этих программ, остались всего лишь части после того, как была сформирована эта коалиция. Все это из каких-то, знаете, гибридных кусков соткано, и отсюда, на мой взгляд, невозможность реализовать волю электората, волю народа. И очень сложно определить, где заканчивается воля народа и начинается воля Вашингтона в контексте того, что происходит в Берлине. Поэтому, да, мы видим низкие, наверное, самые низкие за все время проведения соответствующих опросов 1997 года показатели электоральной поддержки лично Шольца и его правительства. Действительно, очень низкие, самые низкие показатели. Но это, еще раз говорю, это, мне кажется, вот как раз вопросы, проблемы, так сказать, демократических институций там. Мнение рядового избирателя в нынешнем руководстве ФРГ вообще не знаю, кого волнует. Волнуют собственные рейтинги узнаваемости. Они же не говорят о том, что это, так сказать, реализация обещаний, эти рейтинги. Они говорят о том, что человек узнают или не узнают. Ну, возможно, поддерживают, не поддерживают, исходя из каких-то личных симпатий или антипатий. А насколько это все реализовано, что говорилось, каким курсом они пойдут и что будут делать, людей вообще не спрашивают. И люди не имеют возможности это оценить. Ну вот, например, отказ от взаимодействия на энергетическом треке с Россией. Это кто такое решение в Германии принял? Люди, что ли? Конечно, нет. Это никто из крупного бизнеса такое решение принять и не мог, потому что именно такие цены на энергоносители были прошиты крупным, средним бизнесом в планах, фьючерных сделках и так далее. Кто за Берлин это принял, если не народ, если не элиты? Это принял Вашингтон через свои возможности влияния. Отсюда и замедлилась предпринимательская активность, деньги на немецких налогоплательщиков бездумно бухиваются бесперспективные проекты вроде поддержки киевского режима. Я думаю, что в ходе избирательных кампаний и выборов в сентябре 24-го, это земельные выборы в Германии, тоже можно будет сделать вывод и ответить уже на Ваш вопрос, но отвечать на него должна не я, а немецкий избиратель. Мы на наши вопросы и свой выбор мы сделали в ходе прямого голосования, исходя из понимания, за кого мы голосуем, за кого мы отдаем голоса. Поэтому пусть они сами разбираются с тем, как у них там все это устроено, кто кого одобряет и кто как разделяет действия правительства, когда оно вроде как одно, а с другой стороны раздираемо какими-то противоречиями. Так, если у Вас все? Все? Спасибо. Спасибо Вам. С нами Лия телеканал Баку-ТВ. Здравствуйте, Мария Владимировна, Баку-ТВ, Рууса Биндадашева. РИА новости уже частично задали наш вопрос. Спасибо большое, но я его все-таки озвучу. Несколько конкретней. Премьер-министр Армении Никол Пушинян на встрече с жителями в Таунской области буквально в конце прошлой недели заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, то в конце недели может начаться война. При этом именно Баку, это известный факт, является инициатором подписания мирного договора, и никаких военных планов не озвучивает. Кто или что, по вашему мнению, стоит за такими заявлениями Пушиняна? Вы знаете, я уже комментировала это сразу после появления подобных сообщений, мы перепроверили их, они оказались соответствующими тому, что было озвучено, потому что мало ли, может быть, это все были фейки, вбросы, нет, это соответствует сказанному все, что прошло по новостям. Второй момент, мы сразу же это прокомментировали, могу лишь добавить, что вряд ли запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата. Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере, механизм для этого есть, комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы, работа в ней, в работу в ней мы принимаем участие, с учетом нашего богатого опыта демаркации, я имею в виду, мы готовы помогать этой работе, с учетом нашего опыта, работа должна вестись внутри этой структуры, на вышеперечисленных мною принципах, и мы готовы оказывать всяческое содействие. Вот это, вот здесь наша действительно роль, которая может быть, а теперь о том, какой роли у нас точно нет. Мы никаким образом не связаны, я подчеркну это, никто в нашей стране, ни одна структура, никто не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены в качестве возможных руководством Еревана. Вот большая просьба ко всем и к следствам массовой информации, и к людям в Армении понять, что, и запомнить, что это то, что было сказано сейчас премьер-министром Армении, никаким образом не должно ассоциироваться с нашей страной, с нами не проводились никакие консультации на этот счет, никаких контактов не было, это исключительно то, что руководство Армении решило на основе консультаций именно с Западом. Европейский Союз, НАТО, отдельные страны, это их зона ответственности. Какие там были договоренности, каким решением, в какой форме подталкивали они эти вопросы, лучше задавать все-таки напрямую Еревану. Но учитывая, что бесконечно мы слышим постфактум, после того, как принимаются и предпринимаются руководством Армении какие-то шаги в отношении глобальных решений, и потом в них, в этих шагах либо обвиняют третьи страны, нам постоянно попадает, потом ОДКБ, потом и ОДКБ, и Россия. хочется, чтобы за все свои шаги, которые предпринимаются под воздействием партнеров западных или вместе с ними, несли ответственность непосредственно те, кто в Ереване их озвучивает. К России это не имеет никакого отношения. Мы неоднократно пытаемся донести и в публичной сфере уже до этого, так сказать, подусторонним каналом неприемлемости, бесконечное увязывание и поиска ответственных за те решения, которые индивидуально принимаются в Ереване. Вот в данном случае действуем на опережение, делаем это для того, чтобы потом не сказали, что это все опять из-за кого-то в ОДКБ или в Москве нет. Это то, к чему мы не имеем и не имели никакого отношения. Спасибо, Мария Владимировна. Так, если все, с нами ли CBC? Телеканал CBC International с нами? Да, Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос касается недавнего разговора телефонного между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Беджевым Таипом Эрдоганом, где в ходе разговора президент Турции заявил, что Анкара продолжит усилия по мирному регулированию конфликта между Россией и Украиной. Хотелось бы узнать, как Москва оценивает роль Турции и в частности самого президента Эрдогана в этом вопросе. И затем у меня будет второй вопрос. Вы знаете, мы благодарны всем, кто высказывается в пользу необходимости урегулирования ситуации, в пользу мира, в пользу переговорного процесса и предлагает свои посреднические усилия. Таких стран, таких общественных деятелей, государственных деятелей немало. Мир, мне кажется, понимая, к чему подталкивает коллективный Запад, всю планету, все более активно выступает в поддержку мира, мирного сценария, мирного урегулирования, чем мы занимались много лет, умоляя, предлагая и всячески стимулируя всех к реализации минских договоренностей. Мы благодарны, еще раз повторю, каждому, вне зависимости от того, насколько реалистичной или менее реалистичной является предложение, программа, действия и так далее. Это очень важный посыл движения к миру на фоне бесконечных заявлений коллективного Запада, агрессивного характера, которые именно подталкивают к продолжению эскалации, которые идут в русле продолжения поставок вооружений, спонсирования террористической деятельности. Поэтому мы всем благодарны. Это в равной степени относится и к инициативе турецкой стороны, и личной инициативе президента Турции господина Эрдогана. Еще хотелось бы спросить, что в последнее время мы наблюдаем, как в регулировании конфликта между Баку и Ереваном наблюдается положительная динамика, но иногда международные, скажем так, партнеры Армении, они подталкивают Армению к неким провокациям и сами выступают иногда с провокативными заявлениями. В этом плане, как вы знаете, Баку настаивает на двусторонних переговорах и считает, что это самый эффективный способ для достижения мира. Как Россия, как Москва оценивает шаги Азербайджана к установлению стабильности на Южном Кавказе? Вы знаете, положительная динамика в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией наблюдалась тогда, когда активным образом выполнялись именно трехсторонние договоренности на высшем уровне, когда проходили регулярные контакты в формате Россия, Азербайджан, Армения при посредничестве нашей страны. Это не значит, что нет других теоретических возможностей, наверняка могут быть. Просто мы говорим с вами о том, когда была эта динамика. Есть факты. Это позитивная динамика связана была с реализацией трехсторонних договоренностей и с теми форматами, которые из этих трехсторонних договоренностей проистекали или создавались под их реализацию. У этого есть конкретные примеры. Как только начали внедряться в ситуацию в регионе западники, которые просто хотели перехватить повестку, им не давало покоя, что ситуация входит в мирное русло, что есть международно-правовое измерение, что страны договариваются без какой-то агрессии, без озлобленности, несмотря на очень тяжелое прошлое, но смотря в будущее и имея четкий план того, как в это мирное будущее попасть. И это просто был действительно перехваст повестки. Именно западники навязывали Армении свою формулу по Карабаху, позабыв про необходимость соблюдения прав и безопасности местного армянского населения. К чему это привело? Вы прекрасно понимаете, мы слышим это и от населения Карабаха, это привело к созданию дополнительной проблемы в регионе. Сегодня они же, эти западные режимы, принуждают Ереван к односторонним решениям по спорным территориальным вопросам на границе двух стран. Мы же видим, как натравливают, буквально так, натравливают Ереван западные страны для того, чтобы разрушать вот те позитивные тенденции, о которых вы спрашиваете, и в контакте с Баку, и в отношениях с Москвой, хотя у нас с Ереваном отношения были и остаются, и я искренне убеждена в том, что и будут дальше развиваться на треке или в направлении союзничества. Мы же видим, как они пытаются западники внедриться в ситуацию в этом регионе для того, чтобы проводить исключительно свои интересы. Что стоит за их интересами? Идеология бесконечного управляемого хаоса. Другое дело, что они уже и хаосом управлять разучились, но идеология осталась. Миссия ЕС с территории Армении шпионит за нашей страной, за Ираном, за Азербайджаном. Это тоже имеет фактологические подтверждения. Подобная деструктивная активность приводит к растущей напряженности в регионе, а может привести и вообще к необратимым последствиям. Это все понимают те, кто обладает доступом к источникам информации, кто может анализировать. Неоднократно повторяли, что все рецепты урегулирования отношений между Баку и Ереваном, в том числе применительно к теме мирного договора, вопросом демилитации границы, разблокирование транспортных коммуникаций, прописанной в комплексе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана, Армении. И, собственно говоря, им и надо следовать, в связи с тем, что они были выработаны сначала, потом подписаны и потом много раз переподтверждались на основе свободной воли равноправного участия выработки этих документов и уважения тех, с кем эти договоренности вырабатывались, потому что это неоднократно так и озвучивалось всеми сторонами. Собственно говоря, в чем уникальность этих трехсторонних договоренностей, в том, что они носят комплексный характер и включают в себя те комплексные компромиссные решения, которые учитывают интересы всех стран. Сложнейшая работа была проделана и грубейшим образом ее итоги с точки зрения Запада должны быть разрушены только потому, что у них свой взгляд на будущее региона. Спасибо большое. Вам спасибо. Так, с нами ли русский вектор стратегического назначения? Здравствуйте, Мария Владимировна. Да, здравствуйте. У нас два вопроса. недавно состоялось 136-е заседание совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии. Эта комиссия рассматривает границы между Россией и Казахстаном, исходя действующего закона СССР 14091. Есть ли у Казахстана документ о выходе из СССР? Все ли пункты закона 14091 им выполнены? На каком рубеже сейчас переговоры? На базе договора между нашими странами о государственной границе от 18 января 2005 года стороны приступили к обозначению линий госграницы в июле 2007 года. Была сформирована совместная двусторонняя комиссия, была проведена масштабная работа по демаркации сухопутной границы, она составляет 7548 километров, ну, чуть больше. продолжается работа по подготовке итоговых документов демаркации, также обсуждение вопросов, связанных с обозначением линии госграницы на оставшихся участках. Вот так бы я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Вам спасибо. Так, второй вопрос. Ранее, вы ранее согласились с нами, что идет план кольцо анаконда, которое подразумевает создание военной инфраструктуры вокруг России и недавно председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Гарибашвили заявил, что Грузия все еще стоит перед риском вовлечения военный конфликт и открытия второго фронта против России. Как оценивает МИД это заявление и ведется ли какая работа по предотвращению создания Грузии второго фронта? Ну, мы же это регулярно комментируем. Мы постоянно на этой теме останавливаемся. Вот мы сейчас много говорили об этой теме в ходе брифинга о том, как западники вмешиваются в дела Южного Кавказа региона в целом. Председатель правящей партии Грузии, как я понимаю, по сути, подтвердил известный всем факт, западники и киевский режим продолжают провоцировать Тбилиси. Это говорит о том, что они не оставляют планов по дестабилизации всего постсоветского пространства, включая Закавказье. Здесь целый комплекс мер, но в первую очередь это меры, которые предпринимают сами страны постсоветского пространства по защите своего суверенитета. Как это делается? Это делается очень просто. В соответствии национальных интересов тем предложениям, которые идут со стороны Запада. Вот это и есть оценка. Никто не говорит о том, что нужно блокировать развитие отношений. Вопрос только в том, насколько эффективны и конструктивны эти предложения с точки зрения реализации странами своих национальных интересов. Или речь идет о подчинении воле тем, кто не рассматривает страны и народы с точки зрения равенства, с точки зрения равноправия, а бесконечно использует идеологию монополий и колоний, колониального взгляда на вещи. Что касается собственного вопроса обеспечения безопасности в треугольнике Грузии, Абхазии и Южной Осетии, они обсуждаются в рамках международных женевских дискуссий с участием официальных представителей Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕСОН и УБСЕ. Возникает соответственно вопрос, как планы западников по разжиганию пожаров в регионе соотносятся с их участием в женевских дискуссиях. Спасибо. С нами ли, пожалуйста, вам спасибо тоже, с нами ли голос отечества? Пока у нас голос отечества ищет. С нами ли For You Media Africa Камерун? Я журналист, представитель For You Media. Мой первый вопрос. Мы отмечаем еще одну победу президента Путина, которая произошла в весьма специфическом контексте отношений между Африкой и Россией, которые крепились последние годы. Что будет дальше с точки зрения африканской политики? Планирует ли Россия придерживаться текущего курса или она будет двигаться вперед? Во-первых, я хочу вас приветствовать. Вы впервые у нас на брифингах. Приходите еще. Во-вторых, это, конечно, лучшее достижение коммуникационной среды, вот такое общение. Я не знаю, нас с вами разделяют же сейчас тысячи километров, моря, океаны, и я вас прекрасно вижу и хорошо слышу. И действительно, это прекрасная возможность использовать современные достижения информационно-коммуникационной среды, чтобы общаться. Теперь непосредственно о вашем вопросе. наши отношения с государствами африканского континента в последнее время динамично развиваются, и это развитие идет по восходящей траектории. Наглядным свидетельством этого стало успешное проведение в прошлом году в Санкт-Петербурге второго саммита и экономического гуманитарного форума «Россия-Африка». Была одобрена развернутая совместная декларация. Она отражает общность подходов к формированию нового, более справедливого многополярного мироустройства, где и Россия, и Африка, и Россия, и Африка вместе могли бы в полной мере реализовать свои потенциалы развития. Намечены стратегические направления сотрудничества во всех областях от политики, военной безопасности до широкого понимания гуманитарной сферы. Сюда все входит экономика, бизнес, туризм, образование, медицина и так далее. Что касается прошедших выборов, то я не могу предвосхищать официальное объявление результатов, оно планируется завтра, но все кандидаты признали победу Владимира Путина на этих выборах, соответственно, преемственность курса сохраняется и гарантируется на всестороннее равноправное и основанное на взаимном уважении партнерство с государствами африканского континента. Также этот курс закреплен в доктринальных документах нашей страны, которые и регулируют международную деятельность России. Мы вместе с африканскими друзьями готовы двигаться вперед, и по этому пути мы готовы решать общие задачи, которые стоят перед народами наших стран в интересах и наших стран и планеты в целом. Вот так я готова ответить на ваш вопрос сегодняшний. Если у вас есть еще вопрос, я также готова и на него ответить. Да, есть еще и второй вопрос. мы заметили, что Россия является частью многополярного движения, которое также выгодно Африке, но в то же время с другой стороны западный блок надеется постоянно навязывать однополярный мир. Как Россия намерена переломить эту тенденцию и поддержать Африку на пути к истинной независимости? Я могу сказать о том, что Россия и Африка все более активно принимают участие в формировании многополярного мира. Делают это очень ответственно. Делают это в международных организациях, становясь соавторами важнейших документов Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН. У нас есть наше объединение, которые стали предвестниками многополярности, такие как БРИКС, создано оно было при активном участии России, затем впоследствии присоединилась Южная Африка. Мы активно работаем с региональными африканскими объединениями по целому ряду глобальных региональных вопросов. Мы да, вы правы, Запад пытается помешать процессу многополярности, потому что это задевает интересы Запада, основанные на его отношении к миру с точки зрения продолжающегося колониализма, просто вышедшего на новый этап. Если раньше это было формирование мира по принципу метрополии и колонии, то сегодня это управление странами по принципу неоколониализма через транснациональные кампании, через дискриминационные способы ведения торговли, через отстранение стран от научно-технического прогресса и его результатов, через переманивание, через буквально ресурсов, выкачку ресурсов, переманивание кадров, которые буквально вот так продолжают воровать у африканского континента, но собственно говоря и не только африканский континент от этого страдает, а Африка больше всех других, но и с Азией такая же ситуация, да и с Европой сейчас тоже самое, и с Латинской Америкой происходят схожие процессы. Поэтому да, Запад будет этому мешать, и процесс переформатирования политики, экономики, социальной, культурной, ценностной сфер человеческой жизни действительно будет подвергаться их прессингу, но мы и есть мировое большинство, и мне кажется, что в силах мирового большинства эту тенденцию переломить, как я уже сказала, взаимодействие в международных организациях, поиск общих путей решения глобальных вопросов, развитие региональных организаций, экономическое сотрудничество, гуманитарные связи, безусловно, информационное взаимодействие, российско-африканское стратегическое партнерство, обозначенное в качестве именно совместной цели в итоговых решениях саммита в Санкт-Петербурге, призвано придать этому процессу еще более устойчивость и ускорить назревшие в международных отношениях перемены. Спасибо вам. С нами ли голос Отечества? Спасибо, Мария Владимировна. У нас сегодня один вопрос, на второй вы ответили в первой части вашего выступления. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как с точки зрения международного права можно было бы обосновать потенциальное появление санитарной зоны на Украине. Возможно, было бы проще отозвать наше согласие на незаконно полученную Украиной независимость от СССР и признать эту территорию спорной. В случае, конечно же, если на это будет воля народа России как источника власти. Вы регулярно ставите аналогичные вопросы, причем не только вы. Я не очень понимаю, неужели вы не слышите, что я вам говорю? Я говорю о том, что эти вопросы можно ставить юридической плоскости, только это не вопрос компетенции Министерства иностранных дел. У нас есть судебная власть, судебные органы, общество, объединяющее историков, международных юристов, конференции, судебные в правовой сфере. Огромное количество структур. это не вопрос компетенции Министерства иностранных дел. Я очень хорошо понимаю ваш к этому интерес. Я просто вынуждена сказать, что, наверное, на этот счет мы с вами перейдем уже в какую-то другую сферу взаимодействия, потому что отвечать на одни и те же вопросы бесполезно, это контрпродуктивно. Мне кажется, что мы по-моему об этом с вами условились. Я не могу одними и теми же фразами отвечать на одни и те же вопросы каждый раз для того, чтобы просто так сказать переподтверждать позицию. Это несправедливо в отношении людей, которые тоже хотят задать вопрос и несправедливо в отношении в том числе к нашим экспертам, которые каждый раз готовят аналогичные ответы. Что касается санитарной зоны, в большей степени военно-политической терминологии. С удовольствием уточню у наших экспертов и специалистов. Что касается непосредственно таких вещей, как линия соприкосновения, санитарная зона, мне кажется, нужно опираться на те цели и задачи, которые поставлены руководством страны в рамках специальной военной операции и исходить из ситуации на земле и комментариев высшего руководства нашей страны и также наших военных. Мы, безусловно, участвуем в совместной работе на этом треке, но за ними, безусловно, первое и определяющее слово. А с экспертами я проработаю само это понятие. Если это касается международно-правовых реалий, тогда мы обязательно вам материал передадим. Спасибо большое, услышали ваш ответ касательно обращения в суд. Так, если у вас больше нет вопросов, то тогда с нами ли Большая Азия? Добрый день, Мария Владимировна. Здравствуйте. Когда подводятся итоги президентских выборов, традиционно первым заявлением новоизбранного главы государства выделяется повышенное внимание. Президент России Владимир Путин в своем избирательном штабе в ночь на 18 марта отметил, что совпадение интересов России и Китая является стабилизирующим фактором на международной арене. Говорит ли это о том, что сейчас, в период фундаментальных изменений в мире, формирование новых глобальных идей, ценностей и смыслов будет во многом определяться взаимодействием Москвы и Пекина? Так уже многое определяется взаимодействием Москвы и Пекина, потому что отношения динамично развиваются по всем направлениям и являются образцом равноправного, взаимовыгодного сотрудничества, поддержки в вопросах, затрагивающих ключевые национальные интересы, потому что мы являемся ответственными участниками международных отношений, потому что мы являемся крупнейшими странами с точки зрения географического, геополитического, международно-правового значения, экономики, науки и техники. Мы неоднократно повторяли это, и, конечно, такой уровень наших отношений это результат долгосрочного планирования и большой слаженной работы по линии правительств, бизнеса и общественности. Опираясь на схожее понимание глубинных причин и закономерностей развития нынешней геополитической ситуации в мире, и Россия, и Китай совместно продолжают тесно координировать внешнеполитические шаги в интересах более справедливого, демократичного, многополярного мироустройства, который бы основывался на равноправии, уважении интересов всех государств, культурно-цивилизационном многообразии, который был бы выверен через или благодаря балансу интересов членов мирового сообщества. В условиях, когда западные страны целенаправленно разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных связей, наши совместные инициативы, которые носят инклюзивный, созидательный характер, обретают новые перспективы, и наши страны естественным образом являются локомотивами формирования этих глобальных идей и ценностей. Находят все больше симпатии и поддержки со стороны мирового большинства, что было наглядно продемонстрировано, в частности, недавним решением о приеме новых членов БРИКС. Мы продолжим расширять клуб наших друзей, единомышленников, углублять взаимовыгодную кооперацию в организации объемных наций, группе 20, ШОС, ОТЭС, в других многосторонних объединениях. Спасибо. С нами Лейш-Журнал Сотечников вместе. Да, добрый день, Мария Владимировна. Ну, во-первых, очень приятно слышать, как вы приветствуете наших новых участников брифинга. Спасибо вам за это. Ну, а событий много, и вопросов много. На многое вы уже ответили в основной части. Осталось два вопроса. первой. Вот те, кто голосовал за границей и против, вот так называемое протестное голосование, как вы полагаете, это победа Запада или наоборот это наша победа, так как только доказывает наличие настоящей свободы воли и заявления граждан России? Ой, вы знаете, что-то было плохо слышно, можете еще раз повторить вопрос, вот самый последний. те, кто голосовал за границей и против. Как вы думаете, это победа Запада или это наша победа, потому что доказывает свободу воли и заявления? Вы знаете, мне кажется, это просто, я не знаю, здесь много аспектов, каждый политолог, каждый эксперт, я не знаю, от людей, которые занимаются юриспруденцией, до людей, которые занимаются социальными вопросами, будет находиться в проведенных выборах, как и в любых выборах, в любой стране, в любом проходящем формате, на любом уровне, от муниципальных допрезидентских, всегда находят что-то, что важно непосредственно их социальной группе или в рамках их деятельности. Понимаете, одна социальная группа скажет, что это их победа, потому что нашли отражение вот такие принципы в ходе голосования, например, или в связи с тем, что победил тот или иной кандидат, который их тематику освещал и, так сказать, представлял больше всего. Какая-то группа населения скажет, что это победа, потому что использованы новые технологии. Какая-то группа скажет, что те или иные выборы стали, я не знаю, отходом от их представления о прекрасном. У всех будут разные оценки. Самое главное, наша страна в соответствии со своими российскими законами провела прямые выборы главы государства в условиях жесточайшей агрессии, которую развернул коллективный Запад с учетом с учетом той русофобской политики, которую натовцы проводят на протяжении многих лет для того, чтобы нанести нам, как они говорят, стратегическое поражение. Одна из, безусловно, целей и задач этого так называемого удара, который должен нанести Запад и привести к стратегическому, по их мнению, поражению России, это удар по демократическим институтам. Они искажают реальность, они говорят о том, что у нас в стране есть отход, откат и так далее от демократии. Я напомню, что мы находимся в состоянии гибридной агрессии в наш адрес, когда информационные ресурсы, коммуникационные возможности, киберсреда используются в качестве оказания давления на Россию, вмешательства во внутренние дела нашей страны, когда поставляются снаряды, вооружения и колоссальные суммы денег террористическому режиму, режиму, исповедующему экстремизм и терроризм, я сейчас говорю о киевском режиме, для нанесения нам фактического удара по нашим регионам, по гражданским объектам, и в этих условиях принимая оградительные меры, для того, чтобы эта агрессия не достигла своей цели, мы сохраняем демократические принципы развития государства, проводим выборы и внутри страны, в соответствии с законодательством, и за рубежом, несмотря на то, что это, давайте скажем честно, было сопряжено с угрозами и безопасности как российских дипломатов и наших загранучреждений, так и безопасности тех, кто приходит на участки. Какое количество было провокаций до выборов, как нас запугивали, как нам буквально обещали, что это не случится, и мы просчитывали все риски, и действительно они были высоки, поэтому пришлось отказаться от онлайн-голосования, потому что онлайн-голосование очевидно было бы сорвано, учитывая, что кибератаки были масштабнейшими и целый ряд сайтов госструктур из-за рубежа был недоступен или давал нерелевантные результаты по итогам обращения к ним из-за рубежа, но при этом участки были развернуты, несмотря на то, что их количество было сокращено из-за сокращения этими недружескими режимами наших загранучреждений, все равно выборы прошли в 144 странах, 280 участков было развернуто, в компетенции МИДа еще несколько было развернуто дополнительно вне нашей компетенции за рубежом, и все наши загранучреждения участвовали в информационном освещении этих выборов в дополнении к работе журналистов, почему? Потому что не везде представлены российские журналисты, не везде была возможность даже у местных журналистов объективно это освещать, потому что местные власти в недружественных странах буквально их третировали, запрещали, пугали тем, что будут вносить в какие-то там запретные списки и применять к ним соответствующие меры, и мы понимали это, поэтому наши дипломаты, помимо того, что организовывали избирательные участки и становились членами избирательных комиссий, по закону в соответствии с законом, они еще становились буквально людьми, которые в онлайн режиме на весь мир рассказывали о том, как эти выборы проходят. Я сказала, сотни, тысячи материалов были опубликованы, и это, на мой взгляд, одно из важнейших достижений, важнейший результат того, что, несмотря на агрессию в наш адрес, мы умеем сохранять те достижения, которые являются для нас принципиальными, достижения развития нашей государственности, нашего политического устройства, нашего государственного общественного устройства, мы можем, и мы продемонстрировали, что даже в условиях беспрецедентного давления на нашу страну, а теперь еще и подкрепленного вот такой вот военной агрессии, мы можем это делать как внутри страны, так и в соответствии с нашими обязательствами за рубежом. Да, и второй вопрос, Мария Владимировна, насчет международного движения русофилов. В мире происходят такие важные события, но не только выбор, а вот международный фестиваль молодежи и другие. И как, по-вашему, растет ли влияние вот этого международного движения русофилов? Да, оно только зарождается, и давайте все-таки говорить не о росте влияния, сколько о том, что оно должно просто набраться сил, какой-то внутренней энергетики для того, чтобы окрепнуть. И я думаю, что вот это сейчас основная задача. Да, но вот выборы, которые прошли, для них участвовали в качестве наблюдателей и члены международного движения русофилов. И причем для них это была не только трудная работа, но и в определенной мере опасная своими последствиями реакции со стороны государства проживания. И если Россия приветствует такое участие представителей международного движения русофилов в качестве наблюдателей, то возможно ли для членов этого движения создать режим наибольшего благоприятствования при получении виз, а также оформление для них долгосрочных виз. Я думаю, что если вы понимаете, это все-таки структура не связанная с государством ни российским, ни с каким-либо другим, это не правительственная структура, это люди, которые представляют общественные движения, гражданское общество, себя самих. Я так понимаю, что есть либо оргкомитет, либо есть люди, которые возглавляют это движение. Мы с удовольствием будем общаться с ними, если необходимо наше содействие, как мы общаемся со всеми представителями гражданского общества, целью которых является укрепление двусторонних связей, укрепление международного мира со своей гражданской позиции. С удовольствием всем всегда оказываем содействие. Спасибо большое. С нами Лерадио Спутник. Да, Мария Владимировна, здравствуйте. У нас один вопрос. На этой неделе группа туристов из Ирана впервые прибыла в Москву в рамках российско-иранского соглашения о безвизовых групповых поездках. Впереди активный туристический сезон. И с какими еще странами есть планы ввести безвизовый режим? И какие страны могут открыться для россиян для путешествий безвиз, возможно, в ближайшем будущем? Договоренность с иранскими партнерами о начале практической реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках двух стран, оно было достигнуто в 2017 году, было как бы зафиксировано в августе 2023 года. То есть само соглашение от 2017 года о реализации его и договоренность о реализации достигнута полгода назад в августе 2023 года. Первая группа российских туристов посетила Иран вот по этому соглашению в октябре 2023 года, а иранская вот буквально на днях прибыла в рамках реализации этого соглашения в Москву. Мы исходим из того, что в новом туристическом сезоне данное соглашение будет востребовано в полной мере. И кстати говоря, обращаю внимание всех туристических операторов на то, что такой опыт уже имеется и он работает. А что касается планов по дальнейшему расширению числа государств, которыми действует безвизовый режим взаимных поездок граждан, то они безусловно эти планы у нас есть. В настоящее время переговоры об этом ведутся с целым ряд стран Азии, Африки, Ближнего Востока. Говорить забегая вперед не могу, потому что это неправильно и неэтично. Как только достигнем соглашения, обязательно вас проинформируем. Информация о введении иностранными государствами безвизового въезда для россиян в одностороннем порядке своевременно размещается на сайте МИД и на консульском портале и в аккаунтах консульского департамента Министерства иностранных дел в социальных сетях. Спасибо, Мария Владимировна. Так, есть ли у нас еще вопросы? Так, если у нас вопросов нет, тогда я прощаюсь с вами до следующего раза. Всем благополучия. Спасибо. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok